Глава 14. Миграция. 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 Он, наверное, не мог понять, с чего вдруг такое вторжение в его владении. Везде мы изучали окрестности. Близилась пора, когда через долину проходят горы животные с равнин. Но хотя Джордж накануне видел у границы заповедника большие стада гну и зебр, сегодня нам попадались только постоянные обитатели долины. Имполы, топи, водяные козлы, конгони, лесные антилопы, болотные козлы. По вышинам встретилось довольно много буйвола и несколько слонов. Под вечер мы возвратились на свой пост возле туши. В сумерках пришел Гупа. Он отсиживался в высокой траве и только когда совсем стемнело, принялся за еду. Вскоре к нему присоединился Джеспе, но рельса маленькая не показывалась. Зато появился темногривый лев со своими двумя львицами. Они сели метрах восьми от моей машины. С другой стороны, Гупа и Джеспе разглезали кости. Вот когда пригодилась бы фото вспышка, чтобы снять эту группу. Три голодных льва в траве, отделенные от наших львят только машиной. Джеспе и Гупа это ничуть не беспокоило. Они чувствовали себя в полной безопасности, всецело полагаясь на нашу способность защитить их. Наевшись, оба львенка повалились на спину, животом кверху. Вдруг из-за реки донесся тихий зов. Видимо, это была Эльса маленькая, потому что братья тотчас стали пробираться туда, прячась от чужаков за машиной Джорджа. Мы подняли тушу, и остаток ночи охраняли ее от диких львов. Рано утром 7 мая Джордж снова выехал из Серенгете на охоту. Дорога была скверная, я ждала его и братма только под вечер. Когда настал час ленча, над лагерем собрались грозные тучи. Упали первые капли дождя, и тут вдруг к лагерю подъехал лендровер, в котором сидел со своими спутниками и инспектором председатель правления парка. Мы укрылись от ливня в моей палатке. Председатель сказал мне, как он доволен тем, что львята привлекут общее внимание к Серенгете, но предупредил, что в конце мая нам придется уехать, так как в июне начинается туристский сезон, и могут возникнуть недоразумения, если мы останемся здесь и будем кормить львов. Для меня это было неожиданностью. Мы-то везли львят в Серенгете, надеясь, что сможем присматривать за ними, пока они не станут совсем самостоятельными. А ведь заранее не скажешь, когда настанет этот миг. Я объяснила председателю, что мы с самого начала старались делать так, чтобы львята выросли дикими, а не ручными животными. Но пока они не смогут сами прокормить себя, бросать их нельзя. Чтобы не было недоразумений, которых он опасался, можно перевезти наш лагерь подальше от туристских маршрутов, и уж я обещаю не устраивать представление из кормежки львят. В конце мая им будет всего 17 месяцев. Обычно в этом возрасте львы еще не умеют по-настоящему охотиться. В это время вернулся Джордж и поддержал меня, но председатель стоял на своем. Он уехал, оставив нас в смятении. Мы только что привезли львят. До сих пор они зависели от нас. Было бы чудовищно бросить их на произвол судьбы. Мы еще обсуждали этот вопрос, когда появились новые гости, в том числе Ли и Метти Толбот, американские ученые, занимающиеся экологическими исследованиями. Разговор с ними ободрил нас, мы нашли много общих интересов и быстро подружились. Когда мы приехали на ночное дежурство, львята уже ждали нас. Джош основательно устал за день, поэтому он лег спать, а я охраняла львят. Джаста несколько раз подходил к машине, чтобы я его погладил. Он сделал это впервые после того, как львята покинули лагерь Эдби. Несмотря на все, что произошло за это время, он, возможно, по примеру матери, по-прежнему доверял нам и был как бы посредником между нами и другими двумя львятами. Конечно, если не было бы джеспы, они не ладили бы с нами. Гупа был бы достаточно сильным и независимым, чтобы возглавить старю, но в отличие от матери и брата, он не был привязан к нам. Хотя именно Гупа ушел в станы, вернулся на старое место, и один провел там неделю, хотя он больше всех сопротивлялся, когда его поймали, и первым решился выйти на волю из большой клетки, хотя он забирал себе львимую долю мяса. Все же он в минуту опасности бежал к джеспе за помощью и утешением, как прежде бежал к матери. Джеспа был моральной опорой брата и сестры, видно, поэтому он и стал главарем семьи, хотя был слабее Гупа. Совсем еще крошкой он защищал мать, а после ее смерти почувствовал себя ответственным за остальных львят. Джеспа всегда шел впереди и разведывал путь. Если встречалась какая-нибудь опасность, он бросался в атаку. В последние дни, когда Эльса маленькая убегала, Джеспа догонял ее, успокаивал и приводил обратно. Всю ночь львята ели свежее мясо и, набив животы, на рассвете ушли. Выглядели они отлично, если не считать нескольких ссадин до стрелы в бедве Джеспы. Две ночи подряд к нам приходила только семья Темногрилова и несколько гиен. Одна из них была особенно хитра. Она выжидала подальше от фар, пока не слабеет наше внимание, и молнией бросалась к туши. Львята не показывались, а так как мне нога еще не позволяла ходить далеко, Джордж один отправился искать их. Идя по следам, он пересек долину и уперся в крупой каменистый склон, где было много укромных уголков. Должно быть, львята чувствовали себя спокойнее вдали от местных львов. Пусть даже придется ходить за три километра обедать. Как-то мы поехали посмотреть на эти скалы, которые были отличным убежищем для львов. Нагроможденные одна на другую глыбы образовали пещеры, расщелины площадки, и все заросло кустарником, который словно щупальцами цеплялся за камни. Своими серебристыми корнями. Здесь было очень красиво. На синем небе резко выделялись канделябры серо-зеленой эфорбии. Красные цветки алоэ рубинами горели среди хаоса камней и зарослей. Живописные каменные острова вздымались над равниной, где паслись газели Томпсона, на гну, топи, зебры, конгони. Важно, ходили страусы. Когда мы проезжали мимо, на нас мало кто углядывался. А вот и прайд львов. Они сонно посмотрели на нас и тут же опять задремали. Львы лежали кучей под синюю смоковницы, растущей, казалось, прямо из камня, и мы не сразу разглядели, что в прайде три львицы и пять львят. Два львенка не старше трех недель, остальные трое ровесники нашим львятам. Ростом они поменьше джеста и гупы, зато древы у них длиннее. Юные львята были очень хороши собой. Величие и гордое достоинство льва сочеталось у них с любопытной, задорной мордочкой малыша. Две львицы явно были мамашами, третья, видимо, тетушкой. Двое младших неуклюже кувыркались через родительниц, чувствуя свою власть. Одному львенку никак не удавалось забраться на своему машу, он обиженно замяукал, потом все же скарабкался и тут же скатился на спину тетушки. Отсюда было удобно вовить черную кисточку на конце ее хвоста. Хвост дернулся, львенок отпрянул, обнаружил уши тетушки и стал их жевать. Ну, такого безобразия даже самая добродушная тетушка не стерпит. Она тряхнула головой, львенок полетел кувырком, потом поспешно подполз к маме, нашел сосок и принялся сосать. Вот если бы наши львята попали в такую счастливую семью. Но они, пожалуй, уже слишком велики, их никто не усыновит. Зато им в самый раз начинать самостоятельную жизнь. Ведь братья еще чересчур молоды, чтобы соперничать и залвиться с здешними львами. Так что в ближайшие месяцы серьезных стычек можно не бояться, а за это время они научатся добывать себе пищу. Их трое, получится хороший прайд. Только вот Эльфе маленькой трудно быть подругой двух львов. Вечером львята пришли почти сразу же, как только мы начали дежурство. Они нервничали, и, заслышав вдали рыканье льва, моментально убежали. Вернулись они лишь около трех утра, быстро поели и снова скрылись. На другой день повторилось то же самое. Эльфа маленькая так нервничала, что пускалась на утек, когда мы зажигали карманные фонарики. На утро Ибрахим привел новый Дэнфорд. Я прочла на дверце надпись «Эльса Лимитед», и у меня защемило сердце. Мы собирались использовать машину для спасательной экспедиции. Как только можно будет оставить львят, нам хотелось на гонорар за книги об Эльсе наладить переброску животных, которым грозит гибель. Пусть им будет удобнее, чем детям Эльсы во время переезда в Селенгейс. Весь день был дождь, и мы пораньше отправились на дежурство к Туше. Джесс тоже стоял на суку, под которым бисел его ужин. Брат и сестра следили за ним, укрывшись в траве. Мы пустили Тушу. Они жадно бросились к ней и ели до утра, обглодав все до костей. Нам снова была пора отправляться на охоту за пределы Серенгети. Недалеко от лагеря нам встретился темногривый лев и его две подруги. Мы привыкли считать, что львы предпочитают прородить медовый месяц уединенно, и очень удивились, когда темногривый принялся ухаживать за одной львицей на глазах у другой. Еще через полтора километра нам попался красавец с великолепной, светлой гривой. Он грелся на солнце, ли не возевал и протягивался, совершенно равнодушный к нам и нашим фотоаппаратам. Только я сменила пленку, как мы опять увидели влюбленных. Они лежали усталые, чуть ли не в обнимку, и на нас даже не взглянули. После ночного дождя вся равнина сверкала и переливалась искрами на солнце. И куда ни взглянешь, везде дерутся и преследуют друг друга животные. Нахальные маленькие томи Газаря Томсона вызывали на поединок даже лендровер. Станут поперек дороги и топают передними ногами, до последней секунды не отходя в сторону. Антилопы-каны, ростом они крупнее быка, скакали так грациозно, будто совсем ничего не весель. Стайки-магуст, которые лежали на термитниках, греясь на солнышке, мигом скрывались в траве или в норках. Потешные конгони резвили среди ста топи, а те дергали головой и фыркали, точно сморкались. Несколько поджарных шакалов серебристой спиной провожали взглядом из-за кочек хромую гиену, которая вышла на добычу. Чем дальше, тем больше перелесков и пригорков, и все больше животных. У грани заповедника мы ехали словно через огромный скотный базар, какие устраиваются африканцами в северной пограничной провинции. Километр за километром везде среди деревья укрывались от солнца гну и зебры, а те животные, кому не досталось тени, бродили пожгучими лучами солнца. Кругом стоял сплошной гул. Нам посчастливило, что мы попали в теренкете как раз в ту пору, когда десятки, сотни тысяч животных собирается вместе для ежегодной миграции к озеру Виктория и заповеднику Мар. Это зрелище ни с чем не сравнимо. В 1958 году Бергард Ржимек и его сын Михаэль провели подсчет мигрирующих животных в самолет. Теперь снова шла перепись ювели организации Уилкен Айр Сервис Уайд Лайф Резерч Проджект США Фауна Резерч Юнит Оф Кенни Гейм Департамент Танганьика Нейшн Парк. Мы услышали гул самолета и увидели, как он кружит низко над равниной. Много месяца спустя я спросил о результатах подсчета. Цифры были поразительны, а надо еще учесть, что они, скорее всего, занижены, и что площадь Селенгети составляет лишь 14 тысяч квадратных километров. Газели Томпсона 500 тысяч, Гму 221-699, Зебры 151-600, Буйволы 15898, Топи 15766, Канны 2450, Кангони 1379, Слоны 720, Носороги 29. Льву насчитали 300 или 400, но их трудно высмотреть с воздуха, так что цифра эта очень приблизительная. Когда мы вернулись с добычей к месту кормления львят, Джеспа и Гупа занимались гимнастикой на аккации, а Эльса маленькая лежала в траве поблизости. Вдруг Гупа насторожился и, повернувшись в ее сторону, начал слезать. Когда ему осталось совсем немного, он прыгнул, упал, потом поднялся и явно обескураженный затрусил к сестре. Джеспа оставался на своей ветке, пока я не показала ему миску с рыбьим жиром. Тогда он мигом спустился за лакомством и чуть не сбил меня сном. Его ссадины почти зажили, шрамы покрылись нежным пушком, но рана выглядела скверно. Перед этим мы советовались с нашим другом-экологом Лей Толботом как быть с операцией. Толбот сказал, что не стоит давать львенку обезболивающее средство, лучше еще подождать, может быть, тела сама выпадет. Эльса маленькая подошла к мясу, когда уже семнела. Она заметно робела, и я всячески старалась ее успокоить. Потом мы принялись отгонять гиены чужих львов, но льви-то все равно ушли и уж больше не возвращались. После завтрака мы поехали еще раз посмотреть на миграции животных. Снова видели влюбленную львиную чету. Они лежали на открытом месте и, конечно, нас заметили, ведь мы остановились метров 25 от них. Но наше вторжение было им безразлично, и лев принялся ухаживать за своей супругой. Он легонько укусил ее в голову, а она в ответ тихо заворчала. Минут через 15 он опять подошел к ней, но тут льви-то шлепнула его лапой. Она отгоняла его три раза, потом все же подпустила, и снова он слегка укусил ее в лоб. Мы продолжали наблюдать за ними. Спустя 20 минут сцена повторилась, лев укусил супругу шею, и, наконец, оба улеглись спать. Тишина. Кругом безбрежная равнина, и кажется, что даже время остановилось. Мы завели моторы, льви-то подняла голову, и сонно взглянула на нас, лев не двинулся. Нам говорили, что в Селенгете гораздо больше львиц, чем львов. Может быть, поэтому мы видели так много влюбленных пар. Лев почти всегда окружен гаремом, с которым он вполне справляется, так как львицы по два года всецело заняты своими львятами, и в это время не подпускают к себе льва. Но здесь самцов было совсем мало, и многие из них выглядели довольно тощими. Возможно, что в пору гона, которая длится четыре или пять дней, чета ничего не ест и почти не пьет. При обладании отут львиц объясняют тем, что львы Селенгете славятся своими красивыми гривами, и стоит им выйти из заповедника, как они становятся жертвой охотников. В районе Икола за один лишь год 1959-1960 убили 88 львов. Поэтому на следующий год Департамент по охране диких животных Танганьики выдал только шесть лицензий на отстрел. Понятно, что на этот район власть правления национального парка не распространяется. Вскоре после нашего возвращения в лагерь к нам в гости приехал директор заповедника. Он сказал, что мы должны оплатить 100 фунтов за разрешение фотографировать серенгити животных для коммерческих целей. Пусть даже деньги от моих не пойдут на охрану дичи, все равно мы должны соблюдать правила национального парка. Он просил нас даже передать на кордон сиронеры две крупные фотографии с ольвятами, чтобы их можно было использовать для рекламы парка. Три ночи мы не видели львят, зато в одно время очень активны были другие голодные хищники. Один леопард влез на акацию, пытаясь добраться до мяса, тушев и влекла даже гиену и нескольких львов. Поблизости все время держался темногривый со своей семьей, явно не желая уступать участок нашим львятам. Стало очевидно, что нужно искать другое место для кормежки, но сперва надо найти самих львят. Мы знали о повадках львов из наблюдений в северной пограничной провинции Кении. В Мерсе два льва-людоеда хозяйничали на территории протяженностью 80 километров и не пускали туда никаких соперников. Свирепая львица, которая наведывалась в лагерь Эльсе, обходила до 50 километров. Правда, там же охотились и другие львы, но они соблюдали очередность, так что всем хватало дичи. Во всяком случае, львы северной провинции были постоянно в своей привычке. Здесь же столько львов и так много всяких животных, что разобраться в территориальных притязаниях было трудновато. Нам рассказывали, что когда стада мигрируют, многие львы просто идут следом, чтобы легче убивать отставших, чем охотиться по-настоящему. Так или иначе, надо выяснить, какие места облюбованы наиболее оседлыми львами, и перевести наших львят в свободное льв. Несколько дней мы искали львят, но высокой траве на сухой почве следов не разобрать, а тут еще львов такое количество, через отпечатки лап нашей тройки. В одном месте антилопа импола пристально смотрела на куст, за которым притаились три львенка. Но это были не наши. Вдруг мы заметили, что львица подкрадывается к антилопе, ее спасло только наше вмешательство. Здесь было множество птиц, кружащие в воздухе грифы часто наводили нас на падаль, впрочем, мы предпочитали любоваться стаями зелено-оранжевых попугайчиков. В жизни нам не встречалось столько львов. Не успели мы пройти мимо прайда из пяти львов, которые сидели на скале, как увидели еще семи их на бугорке. Они внимательно посмотрели на нас, но даже не пошлимнулись, хотя мы прошли в четырех метрах от них. Дальше нам попался еще один прайд, львица, два малыша, два подростка и два великолепных самца. В стороне на пригорке два темногривых льва подкрадывались к толпе, но разморенные жарой львы двигались вяло, и антилопа спасла из бегства. Мы удивлялись, то и дело встречая здесь по два, по три взрослых льва в одной компании. Потом нам сказали, что в Сиренгете самцы всегда по многу лет ходят вместе. Да, совсем другие палатки, чем в северной провинции Кении. Мы спустились к маленькому озеру полюбоваться фламинго, которые выстроились вдоль берега. На мелководье добывался пропитание аист, ябиру, а поблизости спал варан, на редкость крупный, больше метра в длину. Откуда-то появился шакал и стал подбираться к варану. Говорят, будто шакалы поедают гадюк, а у озера Рудольф львы убивают крокодилов. Но ни я, ни Джордж еще не видели, чтобы хищник убил и съел рептилии. Казалось, варан не замечает опасности, но только шакал подобрался поближе, как рептилия вбражающе взмахнула хвостом. Охотник подпрыгнул высоко в воздух и отпрянул. Варан снова уснул, однако шакал не думал сдаваться, он напал еще раз, теперь уже спереди. Громкое шипение заставило его убежать траву, и здесь на его пути вдруг встала львица с двумя львятами, и он чуть не упал от испуга. Львица спустилась к воде и стала пить. Варан, оказавшийся совсем рядом, быстро юркнул в сторону. Только аист, как ни в чем не бывало, прилежно стучал клювом, его не занимали ни львы, ни шакалы, ни варан. Львятам не показывались уже шесть дней. Мы стали тревожиться, ведь им надо было осваиваться постепенно, они неожиданно исчезли. Что-то здесь не так. Может быть, льва-то, как обычные кошки, привязываются к дому, и теперь они отправились к лагерю Эссы? По прямой это около шестисот пятидесяти километров, по дороге почти тысяча. Нет, по дороге они вряд ли пойдут. Но мы решили все-таки проверить, и проехали на машине километров пятьдесят до горы, где первый раз встречались с инспектором. Львят мы там не нашли, зато видели огромные стада мигрирующих животных. На пять километров протянулась колонна газелей Томпсона, идут, будто притянутые магнитом. Здесь легко охотиться, но все же маловероятно, чтобы львята пошли сюда, они привыкли к бушу, а тут нигде укрыться. На всякий случай мы внимательно проверили все камни и кусты на скволах, и только потом возвратились в лагерь. На следующее утро мы разложили на столе карту и соединили прямой чертой Серенгети и лагерь Эльс. За пределами национального парка черта вступала в область Масаи, а люди этого племени знаменитый истребитель львов. Прежде обычай требовал, чтобы каждый молодой воин подтвердил свое право называться мужчиной, убив копьем льва. Льва становилась головным убором, который носили в особых случаях как знак отваги. Теперь запрещено охотиться на львов с копьем, но запрет нарушают, и мы опасались, что в этом районе нам вряд ли что-нибудь скажут о наших львятах. Правда, туда можно послать Македы, он хотя и Туркан, но умеет объясняться с Масаи. Пусть погостит там, может, не означай в каком-нибудь разговоре и услышит про львят, и если они нападают на скот, он попробует спасти их от казней. Мы поехали к границе заповедника, а по пути остановились в Тиранере и зашли к директору. Он должны покинуть Серенгетин независимо от обстоятельств. Оставалось десять дней. Здесь было много всяких укромных местечек, но и львов было вдоволь. Под одним деревом мы насчитали пятнадцать штук. Два самца с великолепными гривами стояли на страже, охраняя семейство из пяти львиц и восьми сосунков. Львя запереходили от одной львицы к другой, а мамаши не делали различия между ними. До границы Серенгетин мы добрались уже под вечер, и нам не удалось найти масайское бомо, где можно было бы оставить Македе. Пришлось ехать обратно. Я решила утром отвезти Македе к Масае, а Джордж продолжил поиски львят в долине около Лаги. Я приготовила все с вечера, чтобы утром выехал без задержки. Затем на всякий случай отправился к тому месту, где мы кормили львят, а Джордж сразу же уехал на поиски. Утром он вернулся радостно улыбаясь, он нашел львят, вернее они нашли его. Проехав вниз по долине около десяти километров, Джордж остановил машину на открытом месте, чтобы далеко был виден свет фар, и стал мигать прожектором, вращая его во все стороны. Около девяти вечера появились львят, они выглядели здоровыми, есть не хотели, зато братья выпили всю воду, которую мог удивить им Джордж, так что Эльси маленькой ничего не досталось. Все трое вели себя дружелюбно, Джейспо даже попробовал забраться в машину, львята провели там всю ночь. Несвежее мясо, которое привез Джордж, они почти не тронули, зато слазь повеселились, гоняясь за гигенами. На рассвете львята ушли в урочище по соседству, а Джордж поспешил в лагерь, чтобы порадовать меня добрыми вестями и предупредить, что никуда не надо ехать. Видимо, свирепая львица в лагере Эльсы так их напугала, что они на новом месте боялись чужих львов, поэтому и нашли себе более уединенный участок, где можно было бы обосноваться. Мы решили не переносить лагеря, а каждый вечер приезжать долину львят и ночевать там в своих машинах. Их урочище было в самой подножии крутой гряды выше пояса ЦЦ. Оно протянулось километра на два с половиной, попасть к нему можно было под двум лощинкам, одна из них длиной с километра и шириной метра полтора была отличным укрытием. Ее отвесные стенки поднимались на три метра в высоту, а сверху ее закрывал кустарник почти непроницаемым сводом. Словом, отличное место, прохладное, даже в самые жаркие часы. Отсюда ребята могли издалека услышать приближение врага и, в случае опасности, отступить в урочище вскарабкаться по скалам на склон. С гребня открывался великолепный вид на леса и кущи, простершиеся до самой реки, на долину и на холмы вдали. Русло было обозначено теряющейся в Англии двинистой лентой зеленых зарослей. Да, львята нашли себе место получше того, которое мы для них присмотрели. Близился вечер, когда мы подъехали к урочищу. Остановились под высоким деревом между рекой крутым склоном и подвесили на суку мясо. Вскоре из урочища вышел один львенок, но тотчас спрятался в высокой траве. Когда стемнело, все трое вместе подошли к тазику с водой. Они никак не могли напиться, пришлось подбивать им несколько раз. Львята выглядели здоровыми, но стрела у Джесса потерчала по-прежнему. Он с удовольствием был около рыбьи жир из миски, который я держала в руке, однако стрелу трогать не позволил. Утолив жажду, львята скрылись в темноте и ужинать пришли только после того, как Джош погасил фары. Верные привычному для них ночному образу жизни, они появлялись вечером, а на рассвете уходили. Глава пятнадцатая Урочище Мы мы тут же дали знать Сиронеру, что львята нашлись. Тот же день мы встретились с директором, а на следующий день он приехал в лагерь обсудить дальнейшие дела. Он посоветовал предоставить львят самим себе. Мы возразили, что они еще не могут жить самостоятельно, к тому же нас беспокоит рано Джеспе. Директор разрешил нам остаться до конца мая. Вечером, как только стемнело, из урочища вышли Гупа и Джеспе, но Эльса маленькая не показывалась. Гупа жадно набросился на мясо, а Джеспе вернулся к сестре, вместе с ней стал ждать, пока Джош не выключит фары. Днем мы опять поехали смотреть, как мигрируют обитатели Серенгетти. Это было поразительное зрелище. Стада собирается несколько недель. За это время они так вытаптывают равнину, что от метровой травы почти ничего не остается. Сама миграция длится всего лишь несколько дней, и нужно видеть ее, чтобы представить себе этот неудержимый исход. Что за таинственные силы побуждают переселяться, словно по команде не таких уж подвижных животных? Неужели только потребность в лучших пастбищах? Конечно, это важно. Наука показала, как сильно некоторые животные видов трав, как они ради них готовы оставить привычные районы, но разве лишь в этом причина огромных одновременных переселений? Наверное, тут какой-то атовизм унаследован из древних времен. Иначе, как объяснить, скажем, переселения леммингов, роковые для этих грызунов? Они идут только ночами, когда им трудно найти травы и мхи, которыми они питаются, а достигнув моря, бросаются в него и тонут. С изумлением смотрели мы на проходящие мимо десятитысячные стада. Порой казалось, что сама земля пришла в движение. Гну перемещались группами по десяти, по сто голов, или выступали гуськом по вытоптанным тропам. Зебры старались держаться поближе к воде. Эти два вида преобладали, мы увидели также множество газелей Тонсона, тогда газелей Гранта, Камгони и Топи, а в одном месте насчитали около двухсот антилопкан. Кругом рыскали голодные гиены и шакалы, которые только и ждали случая броситься на отставши. Куда ни погляди, вся равнина занята животными, их просто нищие. Часы прохлады животные были полны энергии. Забавно зрелища представляли собой косматые гну. Быки подгоняли оставших коров и сражались с соперниками, а коровы тресли головами и брыкались, отгоняя самых назойливых преследователей. Ценгой армии маршировали мимо, поднимая облака пыли, так что приходилось тщательно прикрывать фотоаппараты, поэтому мы ничего не снимали. Вот галопом промчалось несколько сот зебр, и вдруг сквозь заресу пыли я увидела, как лев атаковал последнюю зебру в табуне, он не рассчитал прыжка, и секундой позже так же неудачно прыгнул другой лев. Когда облако развеялось, мы увидели обоих львов, они сидели под деревом, один был старый, тощий, должно быть, он всецело зависел от своего сильного и здорового товарища. Заросли кротолярии золотой ленты отмечали берега реки. Над этим желтым морем виднели спины пяти слонов. Вечером мы вернулись к урочище, ребята казались очень усталыми. Жеспа был особенно вялым, он улегся возле моей машины, несколько раз к нему подходила Эльса маленькая, он облизывал ее, а когда она остановилась пообилим, подошел к ней и обнял. Гупа в это время ел мясо, но Джеспа дождался пока смелее Эльса маленькая и только после этого потребовал у нас рыбий жив. Все, но Джеспа спал рядом с машиной. Утром мы решили обследовать протянувшуюся на пятьдесят с лишним километров в долину с которой смыкалась урочище львят. Сперва ехали вдоль автомобильной колеи, но она вскоре пропала и дальше надо было пробиваться сквозь высокую рощу человека траву и израсли колючей акации. Ее ветки были покрыты двойными шипами длиной до пяти сантиметров и на них висели темно-коричневые орешки уреченой с мяч. Эти мячики сделали муравьи. Они яростно жизнеспособность растений Африки зависит от числа колючек на них, а эта акация всех переживет. И ее очень любят мухи-цеце, так что нам тут пришлось совсем не сладко. Чем дальше мы уезжали, тем сильнее докучали нам мухи. Естественно, животные тут попадали сетка, только носорогом по душе такие колючие дебри, но невольно завидовали их толстой шкуре. Далю переходила в открытую равнину, где мы увидели обычно эти пальмы растут у воды. Тут бродило стадо топи, не меньше трех тысяч голов. Такого количества мы еще никогда не видели. Потом нам рассказали, что на этой равнине, которую топи почему-то особенно любят, их собирается до пяти тысяч. За пять часов мы проехали всего шестьдесят километров и предпочли вернуться кружным путем, около ста километров, только бы не встречаться опять с мухами-цеце, на обширной равнине мы снова видели огромные стада, кое-где словно часовые стояли жирафы, высматривая львов. Круче, чем мы добрались вечером и с радостью увидели, что львята уже ждут нас. Хорошо, если они начинают отвыкать от ночной жизни и берут пример со львов серенгети, которые ничего не боятся и днем ходят в открытый. Когда мы убедимся, что наши львята сумели освоиться с новыми условиями, можно будет увереннее перевозить и других львов, которым грозит истребление. Ночь выдалась холодная, в 10 часов вечера львята ушли. Днем мы поехали за свежей добычей, по пути нам встретилась львица, которая раздирала только что убитую антилопу гну, всего сотни метров от стада. Хищница совершенно не обратила на нас внимания. Возвращаясь через несколько часов, мы увидели, что она оттащила остатки туши к львке и спит в тени, задрав кверху лапы, а гну преспокойно пасутся по обе. В лагере нас ждало письмо директора. В нем подтверждало, что мы должны уехать из Серенгети 31 мая и что больше нам не разрешается привозить мясо для львя. Мы отправились к урочищу. У Джеспа пропал аппетит, он был апатичен и к мясу не прикоснулся. Возможно, тут была виновата рана, хотя она и казалась чистой на вид. А может быть, его заразили мухи ЦЦ или плещи, так же, как и Эльсу, когда мы выпустили ее первый раз в области схожей Серенгети. Это нас тревожило. На следующий день мы пошли вдоль урочища, пытаясь бинокль увидеть Джеспа. Когда мы наконец разыскали львят, они нас заметили и бросились в скалы. Я попробовала звать их, но это было бесполезно. Между лагерем и урочищем простерлась самая красивая часть долины. Река петлялась здесь среди низких лесистых холмов, где постоянно обитали антилопы импола, водяные болотные козлы. В этот день покой долины нарушала ржание зебр. Их нескончаемые табуны промчались мимо нас с точно гонимой невидимой силой. Иногда вожаки на миг останавливались как бы для того, чтобы осмотреться и тут же с удвоенной скоростью скакали дальше. В одном месте кейки вплотную подступал крутой косого. Здесь зебры протискивались сплошной массой. Я вспомнила рассказ инспектора о том, как пять тысяч гну скопились у водопоя. Пробиваясь к воде, они буквально топтали друг друга. Когда стадо ушло, он насчитал девятнадцать раздавленных животных. По пути домой мы поднялись на три горок между долиной и урочищем львят и увидели стремительно движущееся полосатое море зебр, по краям которого черными строками выделялось около двухсот буйволов. Пробиваясь между темными скамами, я подумала, что плита из такого камня, да и к тому же отсюда, из новой обители львят. Очень подойдет для могильника Эльсы. Я провеяла твердость плиты кусочком кварца, он с трудом царапал ее. Под следствие Канематю, с которым мы поручили выбить на плите имя Эльсы, сказал нам, что испортил пять зубил и никогда больше не возьмется высекать что-нибудь на таком камне. Когда стимнело появились львята, они еще не совсем отвыкли от ночных повадок, Джесс подведал рыбьего жира и ушел за машину. После еды брата и сестра пытались затеять с ним игру, но он не поднимался с места, только лизнул их. На рассвете Гупа и Эльса маленькая позавтракали, потом стали тормашить жест, попытаясь увезти его в урочище. На колес он медленно встал и побрел за ними. Я откликнула его, он повернулся и подошел ко мне. Я стала уговаривать его поесть, теми же словами, какими раньше уговаривала Эльсу. Он послушался и впервые за три дня притронулся к мясу. Гупа и Эльса маленькая все время звали брата. Он поднимал голову, но снова принимался есть, а я понукала его. Ну, Джеспа, ньяма, мясо, ньяма, поешь еще немного. В конце в тот день мы видели птицу секретаря. Она яростно клевала что-то, но вместе с тем явно остерегала своего врага. Было очень потешно смотреть, как пляшут эти длинные тонкие ноги, как трясутся перья на голове. Секретарь расправил мощные крылья и продолжал клевать и прыгать, пока в воздухе не мелькнула убитая змея. На болоте ходили два нарядных венциносных журавля. Видно, мы и потом их тут встречали. С журавлям присоединился аист, очень крупный и красивый, с роскошным черно-белым оперением, ярко-красным клювом с поперечной черной полосой. У меня еще оставалось немного тирамицина, и я решила вечером начать лечить джесп. Хорошо, что он один привык лакать рыбу и жир у меня из рук, иначе почти все досталось бы гуппе. Мясо было уже несвежим, и ребята недовольны морщились, нюхая его. Неверно говорят, будто львы нарочно дают мясу полежать, пока оно не протухнет. Другое дело, что голодный зверь сожрет все, что угодно. Хоть бы львята поскорее научились сами добывать себе пищу. Словно прочитав мои мысли, Эльса маленькая решительно зашагала куда-то с таким видом, будто и прям собралась на охоту. Гуппа пошел за нею, один жест снимал голову, а когда наконец брат и сестра вернулись, он даже поиграл с ними, но было видно, что ему сильно нездоровье. Покинуть его в таком состоянии мы не могли, и Ибрахим повез Фиронеру письмо инспектору. Мы просили продлить на несколько дней наше пребывание в заповеднике, но чем же кормить жесты? Времени оставалось мало, и Жорж на свой риск отъехал от парка километров за 60 и застрелил Антилопу. Мы знали, что нарушаем запрет, но неужели нам не простят этого греха? Поблизости от границы мы заметили летевший очень низко самолет, должно быть продолжает подсчет мигрирующих животных и Ширины. А когда вернулись в лагерь, там же был инспектор, оказалось, что он сидел в самолете и разглядел добычу Джорж. Почему мы не послушались? Мы попросили извинить нас, рассказали, в чем дело, объяснили, что нам надо еще побыть около львя. Инспектор ответил, что от него это не зависит, лучше обратиться в Арушу к директору национального парка. Надо было или трястись 400 километров на машине, или нанять самолет. Времени было в обрез, и мы решили, что я полечу в Арушу, а Джорж останется присматривать за львятами. Инспектор любезно предложил связаться по радиусной Робе и заказать для меня самолет. Вылет назначили на утро. Ночь мы, как обычно, провели около львя. Когда я уезжала рано утром, Джеспа был такой же апатичный. Ибрахим отвез меня с Сиронера, куда должен был прилететь самолет. И тут я обнаружила, что забыла в лагере платье, которое я хотела надеть. Возвращаться было некогда, и я с тоской подумала, что придется лететь в грязном походном костюме. Инспектор выручил меня, он дал мне рубашку и шорты. Мы летели над равниной Серенгети, исчерченные реками и зарослями, в которых прятались оставшие переселенцы. Пышная зелень сменилась голым красноземом, потом увидели горные гряды, глубокие ущелья, острые скалы. Посреди этой каменной пустыни поблескало на солнце почти высохшее озеро на трон. сверкали пласты соли, между которыми бродили фламинго, образуя причудливый узор. Над этим мрачным озером, словно сахарная голова, торчит вулкан Нгай, Масай называет его Гора Бога. На наше счастье облака не заслоняли двойного кратера, и мы хорошо видели плывущие кверху серные пары. Дальше нам еще попались огромные кратеры, в одном из которых было озеро. Летчик нарочно свернул туда, и я была ему очень благодарна. Редко доводится видеть такую красоту. Ответные стены образовали правильный круг с изумрудной водой, обрамленной сотнями фламинго. Затем показался лесистый гребень последнего на нашем пути потухшего вулкана Мандул, и вот уже мы кружим над фермами в окрестностях Оруши. Аккуратные кофейные плантации кружали игрушечные постройки, розово-леволни шеренгами выстроились вдоль дороги цветущие жакаранды. Директор пригласил меня на ленч. Он был недоволен, что Джордж охотился, несмотря на запрет. Я попросила извинить, собеснила, что и как. Так может быть лучше поймать львят и перевезти в какой-нибудь из двух обычных заповедников Танганьики, где правила не такие строгие, как в национальном парке. Там мы сможем остаться с львятами, если они больны. Но мне не хотелось снова перевозить их, и когда мы посмотрели на карту, я убедила, что там были и другие минусы. Оба заповедника сравнительно небольшие, львята могут выйти за их пределы и попасть в густонаселенный район. Наконец директор согласился дать нам еще неделю до 8 июня и разрешил в этот срок убить для львят три антилопы за пределами Сиренгетии. Во избежание недоразумений он подтвердит свое разрешение письменно. После 8 июня мы сами решим перевозить львят или положиться на природу. Директор предложил также устроить навстречу с председателем правления, если понадобится помощь, которой сам директор не может предоставить. Когда я возвратилась в лагерь, лил сильный дождь. Чувствовала я себя скверно, но все-таки поехала к урочищу. Львята в эту ночь не пришли, но слышали только ржание зебр. Утром у меня была высокая температура, несмотря на это мы все же отправились искать львят, но не нашли их. Вечером вернулись к урочищу. Только Джордж стал подвешивать мясо на носу, как из быкла по соседству донесся прозитный крик. Джордж заглянул в щель и увидел птенца птицы носорога. Гнездо было всего полуметра от земли, птенец легко мог стать добычей змеи или какого-нибудь мелкого хищника. Когда стемнело, явились львята и потребовали рыбий жир. За последнее время они так к нему пристрастились, что нам пришлось вести норму, чтобы не перекормить их. Я протянула жест по миску, в ней лежало мясо с тирамицином. Он поднял было лапу, хотел пригнуть мою руку пониже, но передумал и, не опуская лапу, съел угощение. Видимо, почуял, как я испугалась его острых когтей. Издали донеслось рыканье льва, и львята ушли в ту сторону. А у нас начался спор гиенами, которые добирались до мяса. Они отступили только тогда, когда снова появились львят. Быстро поев, все трое удалились в урочище, и опять гиены были тут как тут. Пришлось подвесить мясо повыше. На следующий вечер снова голос льва прервал обед. Львята ушли, не успев как следует поесть. На третий день Гупа и Эльса маленькая жадно набросились на мясо. Джесс такие деньги прикоснулся. Правда, он выглядел лучше, наверное, благодаря тирамицину, но до полного выздоровления было еще далеко. Тогда мы решили воспользоваться советом директором и поговорить с председателем правления, чтобы просить еще отсрочку. Джесс остался присматривать за львятами, а я отправил за 200 километров на ферму председателя. Он считал, что львятам пора познать радости и трудности самостоятельной жизни. Что ж, ему готовы уважать принципы национальных парков, не вмешиваться в естественный ход вещей, но я знала много случаев, когда сотрудники национальных парков в Восточной Африке в трудную пору помогали больным или голодающим львам. Разве это не вмешательство? Джесс потому и был ранен, что с самого начала львята жили в искусственных условиях. Мы просто обязаны сделать все для его исцеления. Возможно понадобится операция, и вообще Джесс понуждался в помощи, он был очень слаб. Я сказала, что мы очень благодарны правлению, но ведь важно, чтобы переезд львят увенчался полным успехом, а на успех трудно надеяться, если мы бросим львят, прежде чем они станут хорошими охотниками. Мои доводы не убедили председателя, срока он нам не продлил. На обратном пути мне пришлось устроить привал на ночь, и тут, когда я легла спать, меня вдруг осенило. Никто не может запретить мне остаться в Сиренгете туристкой, лишь бы я соблюдала все правила. Жорж поневоле должен вернуться в Сеула и ждать, пока ему подберут преемника, но я могу быть здесь и каждый день приезжать в рочище. Жить мне придется в каком-нибудь из кемпингов вблизи Сиренеры, это означало ежедневное путешествие 80 километров. Ездить ночью мне не позволит, я не смогу кормить львят, но зато буду знать, как они живут, а лучшего решения пока не видно. 5 июня остается три дня. Я отправилась в Сиренеру, чтобы не откладывая заказать себе место в кемпинге. Обычно это оформляется рядовым служащим конторы в Аруши, и я немало удивилась, дослышав, что мои заявления должны утверждаться директором и председателем правления. Семья и уехала в наш лагерь. Последние дни надо было использовать предельно, и мы тотчас поспешили к урочищу. Львята пришли только вечером. Поджидая их, мы наблюдали за антилопой импола, который встречались здесь всякий раз. Почему-то она не хотела примкнуть своим сородичам. Наши львята ее не пугали, да они и не пытались охотиться на нее. Нас очень удивили эти мирные отношения, которые облились все время, пока мы жили в Серенгете. Джесска получил свои лекарства, губа набросился на мясо, а Эльса маленькая сразу ушла, привлеченная голосами зебр. Меня всегда поражало, что такие беззащитные животные, как зебры, после наступления темноты выдают себя хищникам своим ржанием, точно им неведомо осторожно. Потом братья отправились за сестрой. Гулкий топот возвестил, что зебры обратились в бегство. Эльса маленькая вернулась очень голодной, она стукнула джеспа, когда тот подошел к мясу. Он кротко отступил, подождал, пока не наелась сестра и стал обгладывать остатки. Джеспа был такой же добрый и вступчивый, как его мать. Утром, когда я возвратилась в лагерь, из леса к реке вдруг выскочило машины. Последний буйвол даже раз другой обошел вокруг машины и старался твердо держать в руках фотоаппарат. Тут подъехал на своем гендровере Джордж и буйвол затрусил догонку за стадом. После завтрака Джордж последний раз отправился за добычей для львят. Вечером мы повезли ее к урочищу и едва не выскочили на буйвола, который с упоением чесался о колючке. Не обращая на нас никакого внимания, он и так и этот чертся головой о ветке, очевидно, сгоняя паразитов. Пришлось помешать ему, ведь нам надо было добраться до темна. Мы стали кричать на него, пока наконец он поднял свою тяжелую голову, принюхался и с великой неохотой пошел прочь, поминутно оглядываясь на нас. Не успели мы вынуть антилопу из машины, как львята набросились на нее. Грустно было думать о голодной поре, которая предстояла им прежде, чем они станут умелыми охотниками. Гупа и Эльса маленькая, по крайней мере, выглядели здоровыми, но за жест я волновалась. Пошел дождь, и львята укрылись в урочище. Джордж подтянул мясо повыше, но тут они прибежали обратно и повисли на туши, как бы не вотнула веревка. Джордж спустил антилопу на землю. Все трое бросились на нее и принялись душить, словно она была жива. Хороший признак, первый прием уже знает. 7 июня я поехала в Сиромерон узнать, разрешат ли мне остаться туристкой. По дороге я едва не врезалась в львицу, которая вдруг вышла из кустов. Она уверенно пересекала мне путь, ее догоняли два маленьких львенка. Мать ласково лизнула их и что-то тихо промяукало, совсем как Эльса. Потом все трое скрылись в высокой траве. В Сиромере мне сообщили, что я могу остаться, если буду соблюдать порядок, установленный для обычных посетителей. У меня сразу стало легче на душе. На обратном пути я остановилась в виде стая из шести гиеновых собак. В северной пограничной провинции Кении эти животные очень осторожны, только по отсутствию мелкой дичи можно определить, где они водятся. До сих пор я никогда не видела гиеновых собак на воле и не представляла себе, что они так красивы. Их название сбивает с толку, потому что даже длинноногие собаки не бывают так стройны, и ни у одной собаки нет таких больших круглых ушей. К тому же у гиеновой собаки по четыре пальца на лапах, она представляет отдельный рот. Окраска разная, у каждой собаки свой узор из черных, белых и светло-коричневых пятен, зато у всех одинаково роскошный пушистый хвост, чаще всего с белым кончиком. Из всех хищников гиеновые собаки, наверное, самые безжалостные и жестокие. Они по очереди преследуют жертву, пока она не упадет от изнеможения, тогда они рвут ее на куски. Но эти шестеро мирно лежали под деревом, разглядывая меня, и показались мне едва ли не самыми красивыми из всех диких животных. Видимо, они были сыты, потому что совсем рядом пасли сентеопы, и обе стороны не обращали друг на друга внимания. У нас в Северной провинции это было бы немыслимо. Там полупустыня дичи намного меньше, и борьба за существование куда более жестокое, чем Серенгетти, где вдоволь пищи и дичи храняется от людей. У здешних гиеновых собак, как и у львов, иные повадки. Ближе к лагерю я опять встретила Тимна Грилова. С ним была его супруга и еще одна львица с двумя львятами чуть-чуть постарше месяца. Та самая, которую я видела утром. Они-то скорее всего и прогнали наших львят с первого места несколько недель назад. Малыши играли и карабкались на льва. Моего взгляда был прикован к их матери, которая, прижимаясь к земле, подкрадывалась к зебрам. До ста доставалось всего 20 метров, а зебры ничуть не тревожились. Вдруг между ними львица появилась газель Томпсона и начала важно ходить сзади вперед, явно подзадоривая хищницу. Сейчас газель поплатится за свою держность. Но я ошиблась. Зебры неспеша ушли и газель за ними. Темногривый наблюдал все это негромко ворча, потом вернулся за термитник к львятам и началась веселая игра. Это было так мило, что я съездила в лагерь за Джорджем и вместе мы несколько часов любовались львиным семейством. Но вот в небе появились глазовые тучи и мы поспешили домой. Только поставили машину возле урочища, как хлынул проливной дождь. Мы сидели в машинах дрожа от холода. Джордж скипятил напрямую сгущенного молока. Ливень затянулся надолго, он заглушал наши голоса, так что звать львят было бесполезно. Последняя ночь. Последний раз мы ночуем в заповеднике. Неужели нам больше не придется увидеть львят? Ведь они приходят только ночью. Рассвело, защебетали птицы, и мне стало совсем грустно. Стая скворцов облепила тушу, привезенную для львят. Когда Джордж стал спускать ее на землю, скворцы налетели на него. Мы раздробили самые крупные кости и извлекли мозг, любимое лакомство львят. Мясо тащили в урочище и накрыли ветками, чтобы не сожжали гиены. Потом отправились на поиски. Завяливят, но они не показывались. Пока укладывали вещи, я рассматривала в бинокль окрестности. Высоко в небе парили два орла. Я уже несколько дней видела, как они плывут в воздухе, совсем не шевеля крыльями. Очевидно, они обитали где-то над урочищем. Джордж уже завел свою машину, когда я приметила на склоне желтое пятно. Это была голова Джеспе. Я откликнула его, и тут сейчас рядом выглянули Гупа и Эльса Маленькая. Нельзя было уезжать, не простившись. Джордж выключил мотор, и мы полезли вверх по склону. Гупа и Эльса Маленькая мигом убежали в урочище, но Джеспе остался сидеть на месте. Мы сфотографировали его, а затем его, медленно озираясь на нас, пошел за братом и сестрой. Увидим ли мы еще когда-нибудь своих львят? Глава шестнадцатая Турист Серенгетти сборы заняли не один час, в Сиронер мы попали только под вечер. Джордж должен был до темноты покинуть заповедник, поэтому он сразу поехал дальше вместе с Ибрахимом, Македо и нашим поваром. Муру и Туто остались со мной. Аруша, хотя и служит административным центром в Серенгете, находится за пределами парка, а Сиронера, как я уже говорила, главный пункт в самом заповеднике. Здесь живут три инспектора со своими семьями и есть гостиница для туристов. Желающим можно разбить лагерь на расстоянии двух километров от Сиронеры. Я предпочела становиться именно там, чтобы любоваться рассветом и своей палатки. Проводив Джорджа, мы стали разбивать лагерь. Тут оказалось, что колья от большой палатки уехали в Исиола. Оставались палатки Боев и Моя, которая была слишком мала, чтобы вместить все снаряжение. Мы принялись сооружать навесы для нашего имущества. Вдруг хлынул лилин и почти все промочил. Ночью вокруг лагеря бродили гиены, а вплотную к моей палатке подошел лев. Я даже слышала его дыхание. К счастью, Бои спали в грузовике, за них можно было не беспокоиться. Утром мы окончательно устроились на новом месте. Я выбрал для лагеря небольшой холмик. Здесь даже сильный дождь не застаивалась вода, и вид отсюда был чудесный. Двух километров сиронера, а за аккуратными домиками поселка простерлась лисистая равнина. На востоке она упиралась в вулкан, на западе в горы близ границы с Угандой. По обе стороны нашего холмика протекали два ручья. Правда, сейчас воды у них было совсем мало. Чуть подальше возвышались каменистые гряды с зарослями, которые очень подходили для львенных Волгович. До ближайшей от нас гряды было метров триста. Днем я приехал на Сиронеру, чтобы уладить все формальности. Здесь не сказали, что я должна сдать на хранение огнестрельное оружие. Таковы правила для всех посетителей национального парка. Я спросил инспектора, как быть, если ночью меня навестят львы. Он рассмеялся. Поключите погромче, чтобы ушли. Что ж, когда я уезжала из Сиренгетия, я и прямо могла хоть кого научить криком отгонять львов. В управлении Варуши мне обещали пересылать Сиронеру мою почту и продовольствие и разрешили нанять одного из местных шоферов, пока мы не найдем замену Ибрахиму. Правда, я сама 18 лет вожу машину, но в технике разбираюсь плохо, ремонтировать не умею. Еще застрял где-нибудь, когда буду искать львят. На следующий день мы с Ниру рано утром выехали на поиски. До урочища было 40 километров, дорога скверная. Мы добрались туда к 9 часам. Львята лежали под деревом. Это в первый раз они отлажились выйти днем из укрытия. Может быть, они нас ждали? Львята никогда не разыскивали нас, они только поджидали, когда мы к ним придем. И Эльса вела себя так же. Ведь когда мы нашли для нее участок, она всегда принимала нас там как гостей. Поэтому по поведению львят можно заключить, что они не чувствуют себя заброшенными, хорошо освоились на новом месте. Значит, наш опыт прошел успешно. Я поздала львят, но они не двинулись с места. А когда я вышла из машины, мигом убежали. Мы ехали за ними следом, пока гупа и жеста не улеглись опять под деревом. Эльса маленькая куда-то скрылась. Я дошла до урочища проверить, что стало с мясом. Его там уже не было. Вернувшись, братья я откликнула их. Они безучестно смотрели на меня и даже не пошевельнулись. Тогда я села писать письма. Позднее гупа спустился к реке, чуть погодя и джеспе медленно побрел туда. Часа через два мимо нас промчалась зебра, за ней целое стадо антилоп импола, точно все они спасались от погони. Может львята на них напали. Мы поехали в ту сторону, куда ушел джеспе и чуть не наскочили на молодого светлогривого льва. Подальше я увидела в долине сперва одну львицу, потом еще двух. Наши львята не показывались, а нам пора было возвращаться в Сиронеру, чтобы поспеть до темноты. Матурка призничал, и на следующий день механики только в десяти утра наладили его. Да, когда доберемся до урочища, львят там, конечно, уже не будет. В пути он попался сытый сонный лев с рыжей гривой. Он лежал рядом со своей добычей. Три шакала рвали зубами тушу, а он хоть бы что. Ему явно не было дела и до двух молодых светлогривых львов, которые сидели под деревом метрах двухстах-трехстах от него. Урочище мы застали только одинокую импулу. На этот раз со мной поехал один муру. Я хотел проверить, не боятся ли львята незнакомого шофера. Но в этот день мы прокатались впустую, пришлось ехать обратно ни с чем. Рыжего гривого льва и его гостей мы застали на том же месте. Дальше нам попалась пятнистая гиена с двумя очень славными щенятами. Пушистые, тупоносые, они смотрели на нас большими добрыми глазами, в которых еще не было ничего от коварства взрослых гиен. Я сделала несколько снимков и свернулась дороги, чтобы объехать семейство. На следующий день на пути к урочищу я увидела десятых гиен. Они куда-то спешили. А чуть подальше шла непонятная возня. Я взяла бинокль и разглядела, как шесть гиеновых собак расправлялись с каким-то зверем. На миг они раступились и показалась их жертва. Щенок гиены, наверное, один из всех, которыми я любовалась накануне. Тут же собаки снова бросились на него. Зрелище было ужасное. Я погнала туда машину и заставила шайку отступить. Мне удалось прикрыть щенка машиной, и он отошел к гиенам. Спина его была в кровавых царапинах, но в общем он как будто отделался легко. Несколько раз пострадавший оглядывался на собак. В это время к ним направился второй щенок, и я не знала, как маневрировать, чтобы защитить обоих. Тут взрослые гиены сами кружили детенышей. Тогда гиеновые собаки наметили себе другую жест. Под видом игры, прыгая друг за другом на задних лапах, они подбирались все ближе и ближе к нескольким томмям. Неожиданно четыре гиены пошли в атаку на собак, и те к моему удивлению отступили. Конечно, гиен мощной челюсти, и стаи с ними шутки плохи, но я никогда не думал, что гиеновые собаки, уже отъедав крови, под натиском численно более слабого противника, оставят добычу. Встретили мы стадо имполголов пятьдесят. Импола одна из самых красивых антилоп. Витая рога, стройное изящное тело, темно-рыжая краска. За видом нас одна антилоп опустилась бежать длинными скачками, а за нею и все стадо словно взмыло в воздух. Понятно, мы спугнули их, но часто имполы прыгают просто так, ради удовольствия. В это время года самцы и самки собираются вместе, но в определенные месяцы самки отделяются и самцы образуют холостяцкие стадо. Один раз мы видели стадо из сорока молодых и старых самцов, другой раз семьдесят самок. Часто самок охраняет один самец. В этот день встреча с львятами опять не состоялась. Дорога была скверная, мы то дело проваривались скрытые высокой травой норы и приходилось заставать домкраты и вытаскивать колеса. Я была очень рада, когда мы, вернувшись Сиранеру, узнали, что прибыл новый шофер. Он был из-за руши, туристской столицы Танганьики, много лет водил машину и неплохо знал свой край. На следующее утро он сел за руль. Первая остановка была у маленького пруда поблизости от Сиранеры, чтобы дарить воды в радиатор. На водопой он в жизни не видел львов, да и многих других зверей тоже. Мосорога он вообще не знал. Впрочем, в этот день у него было много случаев пополнить свои зоологические познания. И когда вечером на обратном пути мы опять встретили улети львов, водитель смотрел на них совсем спокойно. Днем мы любовались очень милой семьей. Львицы с двумя годовалыми львятами, которые отдыхали на термитнике в дороге. У одного из малышей была короткая светлая грива и он явно как и наш жест посчитал себя защитником матери и сестры. Они оступили в тень, а он тяжело дыша продолжал лежать на солнце и не сводил с нас глаз. Мы искали всюду. Встретили множество львов и даже несколько чалых антилоп, которые в серенге теледки. Вот только наших львят нигде не было. Мой водитель сильно перепугался, когда перед нами у реки вдруг появилось стадо буйвола в голов сто. Шофер до того опешил, что врезался в камень и мы остались без бампера. После этого случая к шоферу прочно пристало прозвище Джон Бога, Джон Буйвол. Наутро мы опять встретили вчерашнюю львицу с львятами. Теперь уже на берегу реки и рядом с урочищем наших львят. За сутки они прошли более двадцати термитника до реки. Они всегда ходили этим маршрутом на водопой. В устье долины нам попались две львинов читы, которых я приметил здесь раньше, а возле урочища лежала обглобенная челюсть имполы. Неужели это наша знакомая? Я тревожно посмотрела во все стороны и очень обрадовалась, увидев антилопу около воды. Потом пробовала звать львят, но в кустах мелькнула только одна гиена. Еще несколько километров и мы очутились у ручья, который сбегает по крутому склону к реке. Удивительно красивое место. В кущах смоковниц и зонтичных акаций приютелись птицы, мелкие звери, ящерицы, насекомые. В густой тени под деревьями поднималась трава в рост человека. Здесь могли устроить все логовы не только львы, но и буйволы. Как-то мы завтракали тут под деревом всего в нескольких метрах от нас темногривого льва. Каждое утро мы уезжали в долину львят. В раннее часы солнце стояло низко, над переливающимися капельками росы парил легкий туман. И всюду животные, полосатые, пятнистые, ровные краски, гладкошестые или косматые, разные рога, разное сложение. Они прыгали, играли так весело, что заражали и нас хорошим настроением. У и мы мало-помало научились кое-кого различать. В это утро мы долго наблюдали за семейством из трех львят, которые очень напоминали наших. Но Ру даже слушать не хотел, что это не Джеспа, Гупа и Эльса маленькая. Чтобы доказать его ошибку, я откликнул львят. Они не ответили. Для большей убедительности я поставил у машины тазик с водой. Один из самцов, который играл роль вожака, зарычал на меня и ушел. Конечно, было удивительно, что три львенка такого же возраста тоже оказались сиротами. Причем самка не только была похожа на Эльсу маленькую, но вела себя в точности так же. Правда, в отличие от Эльсы маленькой, она, когда сидела, не втягивала голову в плечи. У братьев не было ни медленной отстрелы, ни круглого живота, как у губы. Проскледить за ними несколько часов, я совсем уверена, что это чужие львы. А когда мы отъехали, мне взросло сомнение. Мы вернулись и посмотрели еще. Нет, конечно, не наш. Я понимала, что можно какое-то время, прежде чем Джеспа Гу появится маленькая, привыкнут к мухам ЦЦ и множеству незнакомых львов. Мы продолжали искать вдоль подножия крутого склона, а также в дальних урочищах, где было меньше львов и совсем отсутствовали мухи. Нас особенно привлекала одна сильно размытая лага. По защите ее крутых склонов львята могли спускаться на водопой к реке, не выходя на открытое место. Кругом было столько антилоп импола, что мы называли русло импола- лага. Но там, где она выходила к реке, обосновалось семейство львов. Первый раз мы увидели их в самую знойную пору дня. Львица и двое почти взрослых львят спали возле своей добычи, которую продолжали хранять, хотя наелись досыта. Дерево под ними было усеяно грифами, а на одной ветке лежал третий львенок. Вот он хорошенько потянулся, зимнул, не спеша слез на землю и лег рядом с матерью. Было очень жарко, львы дышались шумом. Наконец два львенка, облюбовав развесистое деревце, вскарабкались на него, тонкие суки зловещие гнулись под их весом, но они не слезали, наверху все-таки был ветерок. В другой раз мы увидели то же семейство, когда он ушел к застоявшейся луже на берегу реки. Мать выступала первой и тщательно прощупывала лапой почву. Но глубокий и преграждал путь к воде. Тогда она посмотрела вокруг и легла на сырую землю. Двое львят последовали ее примеру. Мы часто и у львя видели такую же осмотрительность. Львята всегда остерегаются завязнуть в иле. Я ни разу не слышал, чтобы лев попал в топе. К сожалению, нельзя сказать того же о слонах. В засуху, когда их одолевает жажда, слоны нередко забредают болото, и чем отчаяннее силится выбраться из него, тем хуже вязает. Мы много раз пытались спасти слонов от этой ужасной медленной смерти. Иногда в одном болоте оказывается по несколько слонов. Может быть отсюда и миф о кладбищах слонов. А вот бегемоты, носороги, буйволы очень любят грязевые ванны и, несмотря на огромный вес, не тонут, будто инстинктивно чувствуют, каких мест надо избегать. Через несколько дней мы опять встретили эту семью, но теперь с ними был очень крупный самец. Пожалуй, стоит поискать наших львят где-нибудь подальше. Вряд ли они прижились на участке занятом такой большой семьей. Мы пронехали в другой конец долины километров за 60. Здесь было множество гну и зебр, над которыми носились тучи мух цц. Нет, и тут не такое место, чтобы оно могло прийтись по вкусу нашим львятам. Оставались необследованными только два участка холмы за рекой напротив урочища львят, да равнина за крутой грядой. На холмы никак нельзя подняться на машине, но в ряду можно пожалуй объехать и потом выбраться на гриле с другой стороны, где склон более плогий. Несколько дней мы тряслись по ухабам и как неискусно Джон Бога вел машину, она все время налетала на камни или проваливала скрытой высокой травой ям. Раз мы сели диссером на чай буйвола, причем рога застряли в моторе, частенько натыкались и на поваленные стволы, Джон Бога судорожно цеплялся за руль, а я стукал с головой о потолок кабинки. В конце концов мы отказались одолеть эту гряду, боясь застрять где-нибудь вдали от Сиронеры. Мы начинали день исполненные надежд и каждый вечер возвращались ни с чем. На обратном пути солнце было позади нас, и мы видели животных при самом четком освещении. Хороши были закаты, синие холмы среди желтой равнины, темно-коричневые пятна термитников, на которых часто стояли гепарды и топи, иногда над травой был для вас косматая грива, это поднимал голову лев, высматривая себе добычу среди пасущихся стад. Страусы обмахивались крыльями, важно расхаживали дрофы, красуясь перед цесарками и особую слабость я питала кушастым лисам. Это ночные животные, обычно очень робкие, но здесь мы часто и вечером видели их морточки, похожие на маски с очень живыми глазами и огромными круглыми ушами. Дональд Керр рассказывал мне, что они прикладывают ухо к земле и слушают, нет ли поблизости крыс или мышей, которыми они обычно питаются. Вечером все дышало покоем, но я знала, что это затишье перед ночной охотой, когда хищники выйдут на добычу. Об этом напоминали гиены, которые во множестве рыскали вокруг. В отличие от кошачьих, настоящих охотников, гиены либо кормятся чужой добычей, либо нападают на крохотного теленка или другого слабого зверя, не способного постоять за себя. Раз я видела, как гиена гордо тащила новорожденного Томми, следом трусила, прихрамывая другая, первое то и дело трясла жертву и извизгивала, дразня второй. Остановится, подпустит, то совсем близко и бежит дальше. Отвратительное зрелище. Ночи в лагере бывали порой волнующими. Было слышно, как между палатками бродят львы, я даже научилась узнавать их по голосам. Однажды меня разбудил плеск воды. Спросунок я не сразу поняла, в чем дело. Наконец сообразила, что эта львица зашла в мою палатку и пила воду из умывального таза. Только стол отделял меня и Африку. Я закричала на львицу и она ушла. Когда я рассказала об этом случае инспектору, он ответил, что серенгетики львы нередко заходят в палатки, дергает пол, проверяя, что за гости явились. Другой раз мой сон нарушили буйволы. Я включила фонарик и в двадцати метрах от палатки увидела три огромные туши, направила свет им глаза, но буйволы не спешили уходить. Пока они раскачивались, у меня чуть рука не отнялась от того, что я держала фонарь. Постоянно к нам наведывались гиены. Я часто слышала, как они глядят посудой на кухне, потом мы недосчитывались кастрюль. Конечно, иной раз ночные гости заставляли мое сердце колотиться чаще обычного, не без этого, но почему-то даже ночью у меня не застывала кровь в жилах от львиного рыка. Напротив, рыча не нравилась мне, она звучала как-то ласково. Львы-сиронеры с изместо привыкли к туристам и с людьми у них установились дружеские отношения. Многие из них сосали мать в окружении автомашин, так что люди и автомобили стали как бы неотъемлемой частью их жизни. Там, где никогда не охотятся на автомашинах, звери принимают их за живые существа, пусть необычными повадками и странным запахом, но вполне безовидны. Если пассажиры не разговаривают громко и ведут себя спокойно, звери не боятся, но если выйти из машины, они убегут. Ежедневно мы видели много львов, однако наши львята словно сквозь землю провалились. Вскоре в Сиронару приехал директор заповедника. Я попросила у него разрешение хотя бы несколько ночей провести в машине поблизости от того места, где, по моим догадкам, находятся львята. Судя по всему, днем искать их бесполезно, а ночью львят может приманить свет фар. Но директор не разрешил меня это. Все оставалось по-старому. Теперь мы искали их вдоль холмов за рекой. Там собирались тогда буйволов до трехсот голов, а местность была такая неровная, что мы стали постоянными клиентами авторемонтной мастерской Сиронарии. Ее заведующие охотно помогало нам в любое время дня, и я была ему очень благодарна. Наступил засушливый сезон. Животные теперь все цело зависели от немногих водоемов, которые не пересыхали. Вот когда орудовали браконьеры, они хорошо знали, куда животные ходят на водопой. Инспекторам было нелегко их обустать. Я с ужаса смотрела, сколько они собирали ловушек, отравленные стрелы копий, а ведь это лишь малая часть всего арсенала обращенного против животных. Стальная проволока стоит дешево, ее можно купить у любого торговца. Самый действенный способ охоты нагромоздить вокруг водопоя колючих веток, оставив несколько проходов, где помещаются ловушки. На высоте головы животного висит проволочная петля, распорками служат крепкие стебли, а конец проволоки привязан бревно. Чем отчаяннее дергается попавшая петля зверь, тем сильнее она затягивается. Проволока все глубже врезается в шею, племя задыхается, или же гиена расправляется с жертвой, которая тяжелое бревно не дает уйти. В разгар сезона ловушек так много, что браконьерами поспевают их проверять. Мясо вносит шалаши, нарезает узкими полосками, вялит и потом продает. Но многих животных убивает только ради хвоста. Им удобно отгонять мух, и стоят они недорого 30 шиллингов штука. Невозможно представить себе, сколько мяса и шкур пропадает зря. Ловушки, которые я описала, распространены среди браконьеров, ведь такая охота не опасна и не требует никаких усилий, чтобы поразить зверя отравленной стрелой, охотник должен сам выследить его. Чаще всего стрелами просто добивают животное, попавшее в ловушку. Иногда браконьер забирается на дерево в водоема или возле звериной тропы и поражает из лука проходящего мимо зверя. Если яд свежий, достаточно даже легкой царапины, чтобы через несколько минут наступила смерть. Приготовить яд очень просто в водоеме, которое растет во многих местах Восточной Африки на высотах от полутора до двух тысяч метров. Африканцы кипятят листья, ветки, кору, потом отвар выпаривают и получают своего рода смолу, которую мажут кончики стрел. Ковысовший маконечник оборачивает волокном, снимая его перед тем, как стрелять. Кроме самовинного оружия браконьеров есть покупные капканы из стальной проволоки, старые ружья, дробовики. Они ведут промысел не только в одиночку, иногда собираются целые отряды с автомашинами, снаезжают их торговцы. О размахе браконьерства можно судить по цитатам из месячных отчетов по пограничным районам Серенгеть. Май браконьер на машинах уже орудует вовсю в парке и за его пределами. В районе Равана и Мамадео вблизи Хандагега занято не меньше шести грузовиков и лендроверов. Они непрерывно возят добычу мясникам и кизу. Иные машины оборачиваются дважды в день. Июнь вернулись тогда с центральной равнины и усилилась браконьерство. Надо отметить объездщика Уоллия. Он собрал двести с лишним проволочных капканов и разогнал пять отрядов браконьеров. В Ямуме инспектора парка поймали одного Васукуму, у которого было пятьдесят четыре хвоста антивоп гну. Итог шестидневной охоты с отравленными стрелами. В июле согласно отчетам было обнаружено пять больших лагерей браконьеров в западном коридоре, так называя часть Серенгети, протянувшуюся к озеру Виктория. Арестовали торговцев ядом и конфисковали их товар, которого хватило бы на две тысячи стрел. В другом районе сняли двести проволочных капканов, третьим пятьдесят и задержали семьдесят три браконьера. Годом раньше осудили сто восемьдесят пять браконьеров. Всего за шесть лет конфисковано десять тысяч проволочных капканов. Приводились ужасные примеры. Буйвол попал проволочный капкан и мучился несколько недель прежде чем умер. В другой ловушке погибла страусиха. У него осталось гнездо, в котором было девятнадцать яиц. Служащие серенгесии предпринимают нечеловеческие усилия, чтобы положить конец браконьерству, часто с риском для собственной жизни. В риском отчете до 1959 год приводится в случай, когда браконьер пытался задушить носильщика. Кто-то выпустил в объект отравленную стрелу, еще один браконьер пытался уколоть объездщика пучком стрел. По всей Восточной Африке диким животным угрожают браконьеры, запахи, наводнения, даже законенное истребление, когда возделывают новые участки земли. с ужасом думаешь о том, что животных могут истребить совсем. Чем больше я живу среди диких зверей, тем сильнее мое желание помочь им. Я убеждена, что помогая животным, мы помогаем себе. Если мы их уничтожим, будет нарушено равновесие в мире, частицу которого мы составляем. Что же нужно сделать, чтобы спасти и диких животных? Прежде всего, когда решают сохранить животный мир какого-то края, надо помнить, что успех зависит от того, сколько там населения. Вот почему нужны деньги на заповедники и национальные парки, на управление и обслуживание их, на борьбу с браконьерами, бурение колодцев и лече прудов тех местах, где бывают иные засухи, на спасательные экспедиции, чтобы не возить животных изображаемых районов. Но и эти мероприятия не помогут, если их не поддержат африканцы. Значит, нужны средства для прочтительной работы, чтобы каждый африканец гордился животным миром своей страны, имеющим такое важное значение для народного хозяйства. Необходимо основательно экологические исследования областей, в которых обитают различные животные. Без такой серьезной работы все текущие меры ничего не дадут, хотя и они необходимы. Без низ ее вообще не доживут до той поры, когда дадут свои плоды долгосрочные мероприятия. Пока я внималась поисками львят, у меня было в долг времени подумать обо всем этом и спросить себя, почему человек все более отдаляется от природы. Есть письма от тех, кто читал мои книги про Эльсу, позволяют мне утверждать, что многие люди хотят жить так, чтобы общаться с природой и животными. Я представляю себе, как приятно им было бы не впитать, а своими глазами видеть Эльвису с двумя эльвятами, которые обеспечены верить на солнце прямо на дороге и не пропускали нас. Да и кто здесь собственно хозяин? Ему всегда поражало, как уверенно ведут себя львы. У леопарда и гепарда совсем другие повадки. Это тем более удивительно, что многие охотники считают леопарда опаснее льва, а гепарда известен как самый быстрый из всех хищников. Но эти звери всегда убегают за видом бросали добычу. Однажды я увидела кладовку леопарда, только что убитую антилопу, которую он дотащил на дерево и подвесил в развильне. Я долго ждала, не покажется ли леопард, но пока мы были там, он мне посмел выйти. Только один раз я встретила в Сиранере дружелюбную щепу леопарда. У них были детеныши, и родители настолько привыкли видеть восхищенных посетителей, что перестали леопарда прозвали золотой за великолепную окраску шкуры и благородные манеры. Он часто гулял около нашей машины, катался на земле перед бампером, тащил когти от дерева в двух-трех метрах от нас, а иногда отдыхал на поваленном столе совсем рядом, я могла бы даже коснуться его рукой. Поистине необычный леопард. Дни проходили в бесплодных поисках, настроение падало, и в конце я написал Джорджу, чтобы он приехал и помог мне. Через несколько дней меня в лагере навестил директор и один из инспекторов. Я снова попросил разрешение провести две-три ночи в машине, справилась также, можно ли мне подняться на крутую берегу на холмы. «Инклина, допустим, сопровождает вооруженных объездчиков и канец». Я напомнила, что Джесс Паранин, и львята еще слишком молоды. Директор обещал доложить правление моей просьбе и посоветовал мне пока написать заявление председателя. Однажды вечером, когда я писал на машинке, вдруг послушалась английская речь. Три фермера из пени разбили свой лагерь всего в нескольких метрах от нас. Они приметили свет в моей палатке и зашли пригласить меня на рюмку вина. Я пришла в ужас, обнаружив, что они ходят без фонаря, и поспешила предупредить их, что здесь много львов и вдоволь укрытий для зверей. Мужчины посмеялись моими страхами, но все-таки взяли лампу, которую я им предложил. На следующий день я пошла к ним обедать и увидела, что они спят без палаток прямо под открытым небом на раскладушках высотой сантиметров пятнадцать. А что они будут делать и тем ночью их навести плевать? Они только рассмирялись, наверное, сочли меня тусихом. Утром мы встретились у нас в изливании. В городе львиный прайд, тринадцать зверей, которые даже не думали длиться с места. Среди них было несколько львят разного возраста. Один молодой льв добродушный львист с короткой гривой очень напоминал джеспы. Я так рассматривалась на него, что не заметила, как его отец подошел почесаться о бампер моей машины. Наконец львы удалились, но могли продолжать путь. В тот же день фермеры уехали. Возвратившись вечером в лагерь, я нашла бутылку вина от них и записку, в которой они уговаривали меня не бояться носить гостей. Может, они и правы, сказали о себе, но все-таки спать под открытым небом на таких низких кроватях ненужный риск. Первый недель я выплатила жалование Джону Бога, даже переплатила фунта два. Он так обрадовался, что бросил меня и осталась без шофера. Но тут пришла телеграмма от Джоджа. Он сообщал, что приедет 4 июля. До тех пор я буду сама водить машину, ну а если мы застрянем в какой-нибудь яме, нуру поможет. Один раз мы натолкнулись на тушу маленького бульваленка. Он не был изранен, и лишь брюхе виднелось небольшое отверстие. Насколько я понимаю, его мог убить только медоед. Этот зверек, не зная страха, он вполне способен напасть на бульваленка. Потом мне встретился отряд охотников. Они сказали, что видели у реки леопарда с двумя детенышами. На следующий день рано утром я поехала туда, но нашла только голову одного детеныша. Охотник-профессионал, который вскоре подошел туда, объяснил, что это работа льва. Лев убивает леопарда? Это кажется каннибализмом. И все-таки известно, что эти представители семейства кошачьих враждуют между собой. Мне рассказывали, как львы убили детеныша леопарда на глазах у его матери, которая спаслась надея. А Джордж знал много случаев, когда в северной пограничной провинции Кении леопарды убивали львят. Правда, насколько мне известно, взрослые львы и леопарды не схватываются друг с другом. Недалеко от останков детеныша я увидела светлогривую льва, трех львиц и шестерых львят. Пятеро из них были не старше полутора месяцев. Эту пятерку кормила молоком одна из львиц. Шестой держался возле другой львицы, очевидно, его матери. Третья с сухими сосками была тетушкой. Мы заметили у нее на груди глубокую раму, полученную должно быть во время охоты. Санец лежал метра двухстах от семейства. Он лежал очень спокойно, хотя я подъехала совсем близко к ним. На обратном пути меня остановили охотники и рассказали, что ночью мимо их палатки прошли два льва, один из которых хромал. В лагере меня ждал Джош. Его отпустили на десять дней, он не хотел терять из них ни часа и ехал всю ночь, торопясь сел деть. По дороге у него были приключения. Около часа ночи, когда он проезжал сквозь густой лес по узкой дороге между ущельем и крутым склоном, свет его фар вдруг упал на идущего навстречу носорога. Джош прижался к склону справа, ему вовсе не хотелось, чтобы носорог столкнул его в ущелье. Перед самой машиной зверя остановился и ткнул ее рогом. Хорошо, что удар пришелся ниже бампера. Затем он пытался протиснуться Джош выждал 20 минут, чтобы носорог ушел подальше, но потом довольно быстро настил его. Пришлось подождать, пока носорог не свернул в лес. Несмотря на бессонную ночь, Джош собирался немедленно ехать на поиски лет. Но сначала он передал мне письмо от директора. Правление обсудило мое заявление и скоро пришлет официальный ответ. Директор надеется, что решение нас устроит. Письмо, конечно, туманное, в общем-то обнадеживающее. Зная, что вечером вернется и зарушен спектр, я к концу дня отправилась к нему, надеясь получить официальный ответ. Он действительно привез письмо и вот, что в нем говорилось. Правление очень радо, что львята были в хорошем состоянии, когда мы последний раз видели их и что мы довольны районом. Они с удовольствием выполнят нашу просьбу, если мы будем соблюдать некоторые условия. Нам, Джорджем, разрешается ночевать в машине не больше семи ночей. Если львята выйдут к нам, можно напоить их и дать им рыбьего жира. В течение этих дней мы можем пешком подниматься на гряду и вообще ходить всюду, где нам заблагорассудится, но целиком на собственную ответственность. Джордж может брать с собой огнестрельное оружие для самообороны. правление подчеркивало, что оно представляет нам решать, где будут жить львята. Если мы предпочтем другое место, мы вправе увезти их из Сиренгетти. Директор добавлял, об этом мы уже знали, что он завершился согласием Департамента по охране диких животных Танганьики перевезти львят заповедника Мкомази, природа которого сходна с местностью вокруг лагеря Эльсы. А так как Мкомази не отнесен к разряду национальных парков, там проще пожить некоторое время по соседству с львятами. Далее следовали условия. Подчас выслать клетки в район, где мы собираемся искать львят. Когда город найден львята, мы должны сразу решить, перевозить их или нет. Если мы захотим оставить их здесь, то убедуемся покинуть территорию парка и в дальнейшем не рассчитывать ни на какие исключения из общих правил. Если же решим перевозить львят, то должны точно известить об этом инспектора. Без разрешения инспектора не стрелять никакой дичи для львят. Через день сообщить инспектору, какие будут наши поиски. И, наконец, правление желало нам успеха и выражало надежду, что львят окажется в хорошем состоянии. я спросил инспектора, как быть, если мы найдем львят в плохом состоянии, а его в это время не будет на месте. Он посоветовал мне в таком случае связаться по радио с директором и обсудить все с ним. Возвращаясь к логин, я увидел отряд охотников, которые ставили свои палатки в нескольких сотнях метрах от нас. А из Кении приехали на сафари фермер. Мы нагрузили машины с вечера всем, что нам было нужно на неделю. Я много лет прожила в окружении диких зверей, поэтому сплю очень чутко. В ту ночь меня возбудил далекий рук от мотора. Подъехал инспектор и попросил нас немедленно перейти спать в машины. В одном из лагерей поблизости лев напал на человека и по-прежнему бродит вокруг. Нет ли у нас морфия для пострадавшего? Он сильно искалечен. К счастью, у Джорджа нашлись две ампулы. И спикер получил также весь наш запас сульфанамида. Он сказал, что на рассвете раненого доставят самолетом на Эробии и уехал заверенно, что мы больше ничем не можем помочь. Через некоторое время мы слышали, как взлетел самолет. Джордж предупредил Муру и других наших помощников, чтобы они зажгли все лампы и были на чеку. Рано утром мы пошли на место происшествия. Это было всего в трехстах метрах от нас. Следы показывали, что два льва прошли по автомобильной колее мимо нашего лагеря к следующему. Более крупный самец подошел к костру, схватил эмалированный чайник и прокусил его насквозь. Ничего не скажешь мощной челюсти. В отряде было пять человек. Супружеская чета спала в одной палатке, закрывшись на ночь, трое мужчин другой. Ночь была душная и они не повесили противомоскитных сеток. Кровати стояли изговорьем к ходу, пол был не застегнут. Один из мужчин поставил у кровати таз и кувшин, другого защищал кол, кровать третьего ничем не была защищена. Ночь спавший посередине проснулся от какого-то стона и обнаружил, что постель рядом с ним пуста и смята. Он зажег фонарь и увидел в пятнадцати метрах льва, а у него в пасти голову своего товарища. Он поднял тревогу и два африканца смело бросились на зверя. Один из них метнул пангу длинный нож и, видимо, попал, потому что лев выпустил человека, злобно укусил рукоятку ножа и отошел в сторону. Раненого мигом оттащили, а лев продолжал бродить вокруг лагеря, пока его не отогнали машины. В гостинице нашелся санитар, он оказал первую помощь пострадавшим. Служащие заповедника и их жены ухаживали за раненым, пока самолет не вез его в Найроби. К сожалению, раны оказались смертельными. Он умер на операционном столе. Это национального парка Серенгети несчастный случай с роковым исходом. Утром обоих его застрелили. У одного из них нашли на плече загнаившуюся раму, которая, естественно, мешала ему охотиться. В таком состоянии любой лев, любой части Африки способен напасть на человека. Мы не сомневались, что это тот самый хромой лев, о котором нам рассказывали несколько дней назад. Глава семнадцатая Свидание со львятами На следующее утро прилетел директор. Он подтвердил, что нам можно провести семь ночей в долине львят. Мы спросили, как кормить их, если они кажутся истощенными? Он сказал, что не стоит ломать себе голову заранее, в крайнем случае инспектор нам поможет. У Джорзи оставалось только восемь дней, поэтому мы решили не ждать клеток, хотя это и было оговорено в условиях. Ведь еще не известно, понадобится ли они. Перед выездом нам пришлось все оставшиеся вещи забросить в Сиронеру. После несчастного случая здесь запретили разбивать лагеря, пока не будут приняты все меры при осторожности. Поэтому мы двинулись в путь довольно поздно. Переехав долину, мы поставили машины в мае. Было темно, мы дожгли фонарь, и вскоре пришел крупный светлогривый лев проверить, в чем дело. Он постоял, посмотрел на нас, потом вдалился к вощине неподалеку. Львята не показывались. Рано утром мы доехали до их урочечки и поднялись на гряду, где встречались с ним почти месяц назад. Три часа ходили мы вдоль гребня и звали, но попросились прилегающую долину и направились к машине. Наверху склон обращенного к урочище львят, Джош вдруг стиснул рукой мое плечо. Вон они, все трое, сидят у машины и ждут нас. Будто так и надо, будто мы не расставались. Джош пошел нам навстречу тихо мяукая. Так нас когда-то приветствовала Эльса. Он позволил мне погладить его по голове, а потом сел, а мы хотели подойти к дом остальным. Они сбежали в сторонку и улеглись по дереву. Но когда мы поставили тазики с водой и рыбьим жиром, они подошли и быстренько все вылокали. Лето немного отощали, но в общем выглядели хорошо. У джестой губы линяли грилы, оба стали похожи на львиц. Шкура джестой потускнела, из раны по-прежнему торчала стрела, сочилась сукровица, приманивая мух. Мы увидели у него несколько небольших шрамов, видимо схваток со зверями. Он был ласков, подходил совсем близко, но трогать стрелу не разрешал. Какое счастье снова их видеть. Мы разглядывали львят и задавали себе множество вопросов. Почему братья остались без гриф? Обычные кошки иногда линяют и тут повлияли трудности непривычная среда, в которой надо освоиться. И почему они пришли сегодня? Заметили ночью свет и поняли, что это мы приехали? Или они весь этот месяц, что я искала их, прятались от меня лишь потому, что со мной были Джон Бога и Буру? Прежде мятых в жаркую пору дня всегда где-нибудь укрывались. Теперь же, пока мы перекусывали, они отдыхали в тени под дерево. Их не смутило и то, что Джош привел вторую машину, которая стояла пооддаль. Весь день львят они уходили, кажется, усвоили повадки здешних львов. И тут же поблизости паслась одинокая инна. Когда начало смеркаться, она, продолжая щипать траву, пошла вниз по склону, Эльса маленькая стала подкрадываться, за нею потянулся и джеспе, они подползали к антибопе все ближе и ближе, но стоило ей поднять голову, как они замирали на месте. Гупа следил за охотой. Кончилось все тем, что импула скакала прочь, а львята вернулись к нам. Часть лежала у нас в кузовах, часть мы привязали на крышах. Жеспе обследовал все наше имущество, наверное, искал мясо. Даже Гупа Эльса маленькая подошли близко, но у нас для них ничего не было, кроме рыбьего жира. Пусть пьют волю, им это полезно. Потом они улеглись неподалеку от машин. Ночью мы слышали, как они играли. Джеспе несколько раз подходил к нам плотную. Должно быть, он недоумевал, почему мы не даем ему мясо. Какая радость после всех этих тревожных недель убедиться, что наш опыт увенчался успехом и впервято чувствует себя вполне сносно. Настолько беспокоила рана Джеспе и шкура у него совсем без блеска. Нет, о новом переезде не может быть речи. Двята слишком много перенесли и нельзя отделять Джеспе других ряд, если можно сделать ему операцию здесь. Значит, постараемся за неделю хоть немного подкормить их, а уж потом подумаем, как извлечь эту злополучную стрелу. Сейчас мы не успеем ничего сделать. Утром мы отыскали львят под кустом в четырехстах метрах от машины. Джеспе сразу вышел нам навстречу, прикрывая своим телом брата и сестру. Он получил от меня рыбий жир. Шерсть его показалась нам еще более тусклой, чем накануне, по всему телу были опухоли с горошину величиной. Конечно, двевожиться еще рано, ведь что-то в этом роде бывало у Эльфи после встреч с муравьями, и все-таки лучше понаблюдать за ним. Но для этого надо подкармливать твят, и то они уйдут на охоту. И Жорж поехал в Сиранейру за разрешением добыть для них мясо. Заодно он хотел послать мое издательство телеграмму с добрыми новостями. На радостях он перестарался и слишком уж оптимистически составил телеграмму издательства и директору Варушу. Львята найдены, состояние отличное. Это привело потом к серьезным недоразумениям. Пока Джоржа не было, я наблюдала за львятами. Они мирно дремали под кустом. Через несколько часов появилось стадо Томми, более ста штук, и с ними пришла импола. Увидев меня, они остановились, потом свернули в сторону и встали метрах двадцати от львят. Наиболее нахальной Томми подошел к самому кусту и вообще стадо вело себе так, словно не было поблизости никаких врагов. Львята поглядывали на них, положив головы на передние лапы. Так продолжалось около получаса. Вдруг Эльса маленько вскочила и бросилась на газели. Стадо ускакало в долину, однако часть его штук двадцать пять замешкалась и оказалась отрезанной. Эльса маленько метнулась за ними, но явно только для забавок. Ни Томми другая сторона не принимала иглу всерьез, пока не вмешались гупа и джесты. Тут Томми риновались вверх по склону, сбираясь по камням, но один козленок с отцом спокойно остались на месте и ушли в долину лишь, когда львята вернулись. Жест приехал без добычи. Он не устал инспектора. Правда директор, с которым он связался по радио, разрешил ему купить двух коз в деревне за пределами парка, но в этот день Джордж уже не мог обернуться и отложил поездку на завтра. В сумерках львята пришли за мясом, но опять мы могли дать им только рыбий жир. Они побыли с нами недолго. На следующее утро Джордж поехал за козами, я принялась разбирать имущество, проветерать постели. Вдруг появились львята. При виде такого количества вещей у них глаза разгорелись. Впрочем, все обошлось хорошо, они ничего не повредили. Наигравшись, львята ушли в тень под куст и остаток дня пролежали там. Около шести вечера возвратился Джордж. Джест мгновенно схватил мясо и убежал. Гупа и Альса маленькая кинулись догонять его. Разгорелась ссора. Львята сцепились в тушу с трех сторон, рычали и шипели друг на друга. Это дело целый час. Никто не хотел уступать. Гупа сделал было рывок, но Джест крепко вцепился зубами в тушу. Сервит и рычаг, лежав уши, братья глядели в упор друг на друга, а Альса маленькая в это время преспокойно приняла съесть. Наконец Джест и Гупа угомонились и все трое дружно пообедали вместе. Вторую тушу мы припятали сверху на кабине, чтобы было и спокойно, потому что на машине ребята никогда не сбирались. Но рано утром меня разбудил глухой стук, машина закачалась и в следующий миг Джест подержал зубах козу, соскочил с кабины на капот отсюда на землю и запрутил в урочище. Брат и сестра побежали за ним. Часачный звон вернулся и снова вскочил на машину. Там были привязаны наши вещи, коробки с бутылкой, мой пресс для гербария, резиновая подушка, складной стул. Джест порожнил коробки и все сбросил на землю. Он попытался сломать пресс, но это ничего не вышло и тогда у него вышвырнул. Разобравшись в остальном имуществе, Джест положил голову на лапы и стал подмигивать нам. Все это время Гупа и Эльша маленькая пристально следили за ним, но присоединиться к нему не решили. Теперь они затеяли игру на поваренном дереве и с жест побежал туда. Веселая возня длилась долго и потом все ушли в урочище. Мы выносили над ближайшим холмом стаю грифов. Наверное, там лежит падаль, скорее всего, добыча льва, который рычал накануне ночи. После ленчи мы пошли искать львят. Они лежали в густых зарослях у подножия скалы, а рядом с ними лежал только что убитый болотный козел. Интересно, сами они убили его или стащили добычу леопарда. Трудно поверить, чтобы мы ничего не слышали, если охота происходила так близко. Вечером мы опять навестили львят. Они почти управились с мясом, а остатки утащили в заросли. Слышно было, как они сопят там, но разглядеть их мы не могли. Удивительно, такие крупные животные и умеют так ловко прятаться, а ведь мы знали, что они тут. Потом мы услыхали кашель леопарда и поняли, кто убил антилоп. Когда стемнело, львята вышли напиться воды. Ночь они провели по соседству с машинами, а к утру скрылись. Днем львята появились снова. Джеспа сейчас же скачил на мою машину. Гупа и Эльфа маленькая улеглись под деревом метров пятидесяти от нас. Почему Джеспа предпочитает мою машину машине Джорджа? Привык считать ее своей или она чем-то для него удобнее? Эльфе всегда больше нравилась машина Джорджа. И как всегда поблизости бродила импола. Она фыркала, кривтела, но львята не обращали на нее внимания. Эльфа маленькая без особого рвения попробовала подкрасться к Томе и тут же бросила эту затею. Я сидела рядом с Джеспой и когда он поворачивался ко мне боком, тихонько дергала стрелу. Он позволял мне крутить ее, но наконечник сидел крепко. Да, не похоже, чтобы он сам выпал. Однако наконечник легко прощупывался под кожей. Один надрез и можно протолкнуть стрелу вперед. Сдуть ее в Джеспой щели, должно быть, и прям его тогда покусали муравьи, а шерсть по-прежнему тусклая, зерошенная. Но в оключении заходящего солнца позолотили ее, и Джеспа вдруг-то очень похож на мать. Тот же взгляд, то же сложение, когда он пристанно посмотрел на меня, меня на миг почудило, что вернулась Эльса. Я гладила его лапу, морду, Джеспа жмурился, я тоже закрыла глаза, воображая, что глажу Эльсу. И мне вдруг стало как-то легче. Стемнело. Мы легли спать в машинах. Немного погодя, бреден надо мной прогнулся под весом Джеспы. Я могла гладить его, не вставая. Позднее проснулся Джордж от того, что качнулась его машина. Этот Джеспа сзади заглянул в кузов, словно хотел забраться к нему. Остальных львят не было видно, а когда рассвело, ушел и Джесп. Утро мы потратили на поиски, но львят не нашли, а часов около пяти они сами вышли из той самой долины, где мы их искали. Джесп уселся на капот моей машины, и я еще раз безуспешно попыталась разделить стрелу. На следующий день нам предстояла разлука, мы уехали бы со спокойной душой, если бы не эта проклятая стрела. Она как будто не мешала Джеспе, но все-таки рана его изнуряла, через нее проникала инфекция, что было видно хотя бы по его тусклой шкуре. Схватки он может разодрать все бедро еще больше, и, из-за стрела вонзиться глубже, он не сможет стать хорошим охотником. Словом, чем скорее мы его оперируем, тем лучше. Обсудив все это, мы решили выехать пораньше, чтобы связаться по радио с директором и получить его согласие. Нужна была клетка для Джеспа, нужен ветеринар, который смог бы провести обезболивание и извлечь стрелу. Джордж не сомневался, что ради такого дела ему продлят отпуск. Когда стемнело, Джеспа пришел за рыбьим жиром. Пятилитровый бачок, который мы привезли с собой, оставалось совсем немного. Я хотела поделить остатки поровну между всеми тремя. Джеспа попытался вырвать у меня бачок, но я крикнула «Нельзя, джеспа, нельзя!» И он отвернулся обиженный и озадачен. Я разлила рыбий жир на три миски. Гупа и Эльса маленькая тотчас вылокали свои доли, только оскорбленный Джеспа даже не подошел, когда я протянула ему миску. Поставить ее на землю нельзя, до нее тут же доберутся брат и сестра. Я всячески старалась умилостивить жесты, а он прямо глядел в сторону, не желая меня признавать. Весь вечер мы наблюдали за ребятами, они лезали друг друга, затевали в ознём, а около одиннадцати ночи ушли. Это была наша последняя встреча, но мы-то этого не знали и думали, что скоро приедем опять и привезем ветеринара. Поздно ночью были слышны львиные голоса, львы негромко откликали друг друга. Наверное, это охотятся наши львята. Утром мы выехали в Тиранеру, чтобы подготовить все для операции, но нас ожидал отказ. Проезжая мимо Аруши, мы зашли к директору, он посоветовал нам обратиться в правление, следующее заседание должно состояться в августе. С тяжелым сердцем покидали мы Танганьику. Глава восемнадцатая Долгие поиски В Найроби мы узнали радостную новость. Кент Смит смеет Джорджа в должности старшего инспектора северной пограничной провинции. Теперь Джордж мог спокойно заниматься львятой. Мы написали письмо директору национального парка Танганьики, прося, чтобы правление на своем очередном заседании в августе рассмотрело наше заявление об операции. Но сначала я поехала в Сеола, надо было забрать там наше имущество, освободить дом, в котором мы жили, и отвезти все вещи в другое место, километров за двенадцать. Там мы сняли дом управления национального парка Кении. Джордж тем временем помогал перебросить стадо уганских водяных козлов из области, где они мешали людям, в заповедник за 500 километров. Переброска оплачивалась отчасти департаментом по охране диких животных Кении, отчасти из фонда Эйсы и доходом от моих книг. Уганский водяной козел очень красивая антилопа, а стадо в 500 голов, о котором идет речь, единственная в Кении. В конце августа в Восточную Африку снова прилетел Билли Коллинз. Ему хотелось напоследок еще раз увидеть львят, и он должен был присутствовать на заседании правления в Аруше. Впервые туда пригласили представителей разных стран, чтобы обсудить охрану животного мира Восточной Африки. Только Билли Коллинз прибыл на Эроби, как мы получили телеграмму директора. Правление отклонило наше ходатайство нам не разрешает оперировать джесты. Доктор Хартхорн из ветеринарного колледжа Маккарере, один из лучших ветеринаров Африки, уже обещал нам сделать операцию, если состояние джеста потребует этого. Случайно он был в эти дни в Найроби, и мы посоветовали с ним, а также с Нойлем Симоном, основателем и председателем Общества охраны диких животных Восточной Африки, и майором Гримвудом. Мы с Билли решили съездить на неделю в Сиренгетче и попробовать отыскать ряд. Заодно Билли побывает в Аруши и попытается уговорить председателя правления, чтобы тот не настаивал на своем отказе и позволил доктору Хартхорну сделать операцию, если это будет возможно и необходимо. По пути мы заехали в национальный парк Амбосили на границе Танганики. Амбосили высохшее озеро у подножия Килиманджара. Отложение соли привлекает сюда множество диких животных. Был чудесный вечер. Заходящее солнце позолотило заросли шалфея, покрывающее темно-красную равнину, над которой засушливое время года часто бушуют смерчи и полевые бой. Впереди под пальмой стояли четыре слона, а из кустов поблизости вышел носорог. В этот день Билли впервые видел носорога на воле. Прежде чем он вернулся в Европу, на его счету накопилось четырнадцать таких встреч. Мы видели других животных, в том числе стада буйволов, которые явно привыкли к человеку и к автомашинам. Я невольно спрашивал себя, сколько же туристов, встречая зверей в национальных парках, уезжает полной уверенности, что сохранение животного мира не проблема. Им невдомек, что за пределами заповедников число животных катастрофически сокращается. Варуши Билли встретил директора и попросил у него разрешение спать поблизости от урочища, чтобы мы могли найти львята и сделать операцию джеффа, если это будет нужно. Деревка расстался при своем мнении, но они условили, что после поисков Билли приедет председатель управления и поговорит с ним. Потом мы отправились к озеру Маньяра, где наблюдали, как два страуса носятся на перегонке по мелководье. Тут же в окружении фламинго, марабу, густей и другой водоплавающей птицы родило около двух десятков буйволов из полсотни болотных козлов. Несколько козлов лежали в воде и около них искали пищу фламинго. Но больше всего меня удивило, что страусы здесь не боятся воды. В отеле фламинго нам рассказали, в чем дело. До того, как район озера Маньяра сделали заповедником, люди так безжалостно истребляли страусов, что одна пара и уцелела. И теперь при виде машин птицы со всех мог мчаться к озеру, спасаясь от людей. На следующее утро погода была пасмурная. Полюбоваться видами не пришлось, но мы навестили инспектора, который жил недалеко от кратера в город Горунгора. Он познакомил нас с Гугу своим ручным дикобразом. Это был очень примечательный зверь. Он ласкался ко всем, кто угощал его фруктами или куском пирода. В тот же день мы доехали до гостиницы в Сервонеры, где и остановились на неделе. На другой день рано утро мы отправились к тому месту, где львята были выпущены на волю из плеток. Нам встретился отряд топографов, которые жили тут уже месяц. Мы спросили, какие львы им попадались. Они видели много львов, но, естественно, не могли сказать, были ли среди них наши львят. Когда мы подъехали к урочищу львят, я стала звать их. Никакого ответа. Поехали дальше, вверх по долине. Всякий раз, заведя деревом, облепленное грифом, мы спешили туда, думая, что это львята со своей добычей. Но львят нигде не было. Нам встретилось несколько львиных стаи, а один раз мы очутились слишком близко от стада буйволов двести голов. Пришлось поспешно отступить. Пора уже было возвращаться, чтобы не нарушить правила, предписывающего туристам быть в сиронере до темноты. На обратном пути мы увидели на термитник гепарда. Он был очень хорош на фоне закатного неба. Затем нам пересек дорогу леопард. Крупные черные пятна придавали его шкуре голубоватый оттенок. Через мгновение он уже исчез из виду. Как только рассвело, мы уже снова были в долине львят. Здесь нам попались два льва. У одного из них был сильно поврежден глаз. Наверное, здоровый охотился и для себя и для товарища. На берегу реки мы увидели небывалое скопление животных и загнала сюда засуха. Вернувшись снова к урочище, мы долго звали львят, но они не пришли. По пути домой мы опять любовались крысовцем гепардом на его термитнике и видели, как из большой лужи вместе пили аист ябиру и леопард. На четвертый день Билли прихворнул. Его нещадно искусали мухи цц, руки и ноги у него сильно распухли. Хорошо, что в гостинице среди постояльцев нашелся врач. Он определил аллергию, прописал лекарства и посоветовал Билли избегать мест зараженных мухой цц. Поэтому оставшиеся три дня мы не уезжали далеко от Ланеры. Обидно, что нельзя больше искать львя, а посмотреть и здесь было на что. В районе гостиницы обитало множество животных. Рано утром мы увидели ушастых лисиц, потом большую семью львов, три взрослых льва, три львицы, шесть месячных сосунков и два молодца, ровесники наши. Они сонно возлежали на равнюню, не обращая внимания ни на нас, ни на молодого гепарда, который наслаждался солнцем метрах статних. Когда стало совсем жарко, мы укрылись под тенистым деревом по соседству с холмом, на котором я разбивала лагерь прошлый раз. Я попробовала писать, но меня отвлекла чета жирафов с двумя детенышами. Рога малышей еще не отвердели и напоминали пучки волос. Шеи казались необычно короткими, а плечи и узловатые колени непомерно большими. Вечером, обедая с инспектором и его женой, мы встретились с директором. Он предложил нам на следующий день посмотреть, как будут выпускать на волю носорога, отловленного в области, где он причинял вред людям. Впервые носорог справлял здесь новоселье, поэтому ждали, что ради этого случая сюда прибудут председатель правления Питер Скотт и другие участники совещания воруши. Собралось множество народу. 30 человек прилетели на самолете, а машин понаехало столько, что, когда они окружили грузовик, на котором стояла клетка носорога, я не представляла, как бедный зверь выберется на волю. Вот открыли дверь клетки, все вокруг загудели, а шалевый носорог пошел прямо на чью-то легковую машину. Владелец поспешно отогнал ее в сторону, а зверь повернулся и затрусил мимо машины председателя правления к зарослям у реки. Хорошо еще, что он не буянил, ведь от носорога, когда его раздразнят, можно всего ожидать. Билли воспользовался случаем и вручил председателю письмо с просьбой разрешить нам сделать операцию жесты, а затем мы покинули Сиренгеть. Солнце садилось, когда мы поднялись на маньярскую гряду. В угасающем свете дня равнины вокруг казались безбрежными. Неожиданно послышалось пение, потом словно звуки ксилофона, и появился чернокожий мальчик, который играл на самодельном инструменте несколько металлических полосок разной длины на выдолбленной деревянной чурке. Мальчик шел куда-то по своим делам и быстро скрылся в темноте. Вот кто хозяин Африки. А может быть это и есть сама Африка? На следующий день Билли присутствовал на совещании в Аруше, потом мы завтракали вместе с председателем правления сэром Джулианом Хаксли, Питером Скоттом, Ноэлем Симоном и другими участниками. Мы всячески уговаривали председателя позволить нам оперировать Джеспе, но он был непоколебим. Тогда мы устроили свое собственное совещание. Ноэль Симон настолько зажег все, что написал письмо председателю от имени своего общества охраны диких животных, выражая тревогу за судьбу Джеспе. Он писал, что если дело обернется плохо, то это может повредить борьбе за диких животных восточной Африки, а ведь Танганика всегда играла ведущую роль в этой борьбе. Ноэль Симон советовал разрешить доктору Хартхорну осмотреть джесты, если надо сделать операцию. Для этого нужно дать Джорджу и Хартхорну 10 дней на поиски, помочь им разыскивать львяц и позволить их кормить. Симон подчеркивал, что я согласна в дальнейшем не просить о льготах, если нам пойдут теперь навстречу. В подтверждение его слов я приложила свое письмо, в котором обязалась, если того потребует председатель, не участвовать в экспедиции Джорджа и доктора Хартхорна. Мне хотелось показать, что я заботчишь от джесты вовсе не из эгоистических соображений. В завершение наших экскурсий мы на следующее утро поехали осматривать кратер Гурдота, небольшой потухший вулкан, который недавно был присоединен к территории национального парка. Я никогда еще не увидела столько буйволовых бородавочников, сколько бродило там на заболоченных днех кратер. После этого мы тронулись на Европе. Дороги у нас были всякие неполадки, но наконец мы добрались до места и Билли сел на самолеты, летавший в Европу. В Исиола я застала Джорджия. Им удалось перевезти в заповедник Мара 44 уганских водяных козла. С остальными решили подождать, так как животные уже определили дальнобойность ружей, стреляющих усыпляющими зарядами и не подпускали людей близко. Джорджия передали, что слоны и носороги разорили могилу Эльсы. Не сразу выехали туда, взяв с собой каменную плиту с надписью и мешок цемента, чтобы сделать сверхпрочное надгробие. На месте оказалось, что могила не так уж и повреждена. Носороги явно устроили себе здесь логово. Они съели два куста Элфорбии и все алоэ, вытоптали кустарные курики и в моем кабинете. Всюду был виден помет сломов и носорогов. Я боялась этой поездки, но теперь меня было удивительно нежно на душе, точно вернулась домой. Я прошла вдоль берега, надеясь увидеть наших старых друзей бабуинов и лесных антиволб, но все животные куда-то исчезли. Лишь после захода солнца послышался голос какой-то птички, а когда мы легли, явилась Вивера. Она юркнула в палатку Джорджи, разыскала сыр, сломила себе так, будто мы не расставались. Джорджи сделал несколько снимков, шок не совсем близко. Утром мы наломали побольше каменных плит на больших скалах, скатили их вниз по склону и отвезли на грузовике к могиле. Мы задумали восстановить могильный холмик, накрыть его плитами и все скрепить цементом, а в изголовье замуровать черный камень с именем Эльс. Грузовик отправился в Сеоло за цементом, заодно мы заказали привезти алоэ замену ничтожных. Стояла страшная сушь. Может быть поэтому все животные ушли отсюда или их разогнали браконьеры? Нам встретилась лишь пара испуганных бабуинов, которых голод выгнал из укрытия. Один из них сбежал как по лестнице по кольям, вбитым в ствол Баобаба сборщика меда и подобрался к плодам. Плоды Баобаба очень сочные, африканцы делает даже из них отъезжающий напиток. Я обрадовалась, видя на дереве наших знакомых попугая. Свирепая львица не показывалась, и вообще около гряды ворчун попался только старый львиный помет. Это подтверждало слова объездщика, который два месяца назад видел семью свирепой в верхнем течении веки. Около недели мы приводили в порядок могилу Эльзы. Непривычная тишина оказалась невыносимой. Редко-редко мы слышали ночью трубные голоса сломов, да вивьера заходила иногда в наши палатки. Но вот работа закончена, мы обнесли могилу изгородью из колючих ветвей и уехали в Осиола. Здесь мы узнали, что заседание правления Серенгетти перенесено на конец октября. Неприятная новость, ведь в ноябре начинаются дожди, и хотя парк не закрывает, искать будет очень трудно. Но что поделаешь, надо ждать решения. Первым узнал о нем Моэль Симон и позвонил нам, правление отказало. Симон был расстроен не меньше нас. Если бы можно это было предвидеть в августе, мы бы тогда предельно использовали хорошую погоду. А сейчас 30 октября нужно мчаться в Серенгете в перегонке с дождями, чтобы попытаться найти львят, пока еще можно проехать на машине. Приедем как туристы, будем выполнять все правила, и никто не помешает нам искать. В северной провинции уже начались дожди, так что нам стоило большого труда провести наши два лендровера и тяжелый грузовик по раскисшим дорогам в Танганьику. Тем временем Билли Коллинз послал телеграмму директору, прося разрешение Джорджу вместе с инспектором разбивать лагерь, где ему нужно, чтобы проверить в каком состоянии джеспер. Председатель сообщил ему о причинах отказа. Когда мы 12 июля последний раз видели джеспер, он уже, по нашим словам, был в отличном состоянии. Ветеринар-консультант правления считал, что стрела выпадет сама. Он сказал, что у одного из членов правления лошадь получила такое же повреждение и два года ходила с обломками стрелы без какого-либо вреда для себя. Наконец, стрела вышла и никаких осложнений не было. Операция может повредить жесты и помешает львятам приспособиться к дикой жизни. Львята могли уйти очень далеко и наши поиски будут помехой для других обитателей парка. Мы считали, что правление поступило несправедливо, основывая свое суждение о здоровье Джеспе на оптимистической телеграмме, которую на радостях послал в июле Джордж. Ведь мы объяснили директору перед первой же встречей в оружии, что Джеспе все-таки далеко не здоров. И разве можно сравнивать домашнее травоядное с хищником, которому нужны все силы, чтобы успешно охотиться? Конечно, если бы доктор Хартхан сказал, что операция не нужна, мы бы не стали настаивать. Что до помех, то вряд ли мы разбивая лагерь на ночь, потревожим животных больше, чем разъезжающие днем на машинах туристы. Мысль о Джеспе не давала нам покоя. Но Эль Симон тоже волновался. И когда директор национального парка попросил общество охраны животных поддержать решение правления, Симон заявил, что выйдет из общества, если его руководство согласится с директором. Вот так обстояли дела, когда мы прибыли в Сиренгетич. Небо хмурилось, тучи грозили вот-вот обрушить на нас потоки воды. Мы разбили лагерь на прежнем месте. По равнине ходили стада зебр и гну с малышами. У входа в долину львят нам пригрозила путь кривая львица, с которой мы уже встречались. Она лежала поперек дороги и не собиралась уходить, так что нам пришлось объехать ее. В урочище не было никаких следов, зато в долине с кущами мы увидели пятерых львов над убитой зеброй. В стае было два молодых короткогривых льва, один светлый, другой темный. Мы четыре часа наблюдали за ними, пока не уверились, что это не гупа и не джеспа. Может быть, львята выйдут, если мы оставим на ночь машину возле урочища. Тогда мы на следующий день увидим их следы или даже их самих, если они дождутся нас. Мы поставили мою машину на видном месте и вернулись в лагерь на лендровере Джорджа. Всю ночь лил дождь. Из-за этого мы выехали с опозданием, да еще по дороге нас задержали четыре львицы с шестью малышами, которые сторожили свою добычу недалеко от долины львят. Наблюдая за ними, мы вдруг обнаружили, что и за нами наблюдает. Пятая львица незаметно подошла к машине сзади. Мы еще никогда не видели сразу столько львиц. Наверное, где-то поблизости было саммит. Возле машины никаких следов не было. Мы решили оставить ее тут еще на некоторое время. Прикрыли колеса колючими ветками, а запасное колесо убрали совсем, потому что гиены не прочь повакомиться резиной. Возвратившись в Сиронеру, мы узнали, что днем приезжал директор. Жаль, что мы его не застали, ведь четыре дня назад здесь и дал управление и снова обсуждался наш вопрос. Во время наших ежедневных поисков мы часто встречали животных с малышами. Многие львицы кормили новорожденных. Малыши были очень милы, когда отряхивались от воды после очередного дождя. Около термитника, где мы с Билли Коллинзом любовались красавцем гепардом, нам попались два щенка с мамашей. Телята, топи и конгони прыгали на негнущихся ножках, точно заеденные. Взрослые конгони бегают очень быстро, но откуда берутся силы таких крошек? Дождливый сезон был в разгаре, весь край затопило, но мы все-таки пробивались долиной и на равнину за крутой видой, покрывая в день до полутора-ста километров. Утро начиналось с визита в рочащий львят, однако там нас обычно встречала только кривая львица, наши львята не показывали. Приехал директор с женой и пригласил нас на обед. Он мечтал купить ферму Манелла, прилегающую к кратеру Гурдотто, чтобы за ее счет расширить парк. Мы выпили за успех этого дела. После обеда директор отвел Джорджа в сторонку и объяснил, что прецедент с лошадью сыграл едва ли не главную роль, когда правление решило отказать. На заседании было немало споров, но он от души надеется, что все кончится хорошо. С утра до вечера почти непрерывно лил дождь, и мы частенько застревали. Один раз, когда мы пытались пересечь глубокую лагу, у нас лопнули сразу две шины. Пришлось менять их на глазах у четырех буйволов, которые, на мой взгляд, стояли слишком уж близко от нас. В другой раз два льва с тихим ворчанием кружили около нас, глядя, как мы под проливным дождем таскаем хворост под колеса и шаг за шагом пробиваемся сквозь глубокую грязь. А на следующий день мы безнадежно застряли. Джордж наводил блок, один конец веревки привязал в дерево, в другой прягся сам, будто мул. Ему удалось вытащить машину. Судя по тому, как была изрыта земля в водопоях, куда приходили слоны и буйволы, непогода не только нам затрудняла передвижение. Доль реки вообще нельзя было проехать, и даже у подножия гряды, где местность повышалась, вся почва раскисла. Кое-где мы находили камни и подкладывали их под колеса, в других случаях нас выручали твердые обломки термитников, но чаще всего мы прибегали к блоку. Наши неудачи в какой-то мере возмещались тем, что мы могли наблюдать, как ведут себя животные во время дождей. Возле глубоких нор мы приметили стаю гиен. Эти норы встречались нам давно, но до сих пор они были пусты. Теперь на наших глазах гиены ныряли под землю и появлялись ночь уже в сотни метров. Очевидно, здесь целая сеть ходов, а детеныши были как чертики в коробочке, выгибнуты из норы и тотчас спрячутся за видом нас. Еще через несколько километров нам попались двадцать две гиеновые собаки. Их щенята, они намного темнее взрослых, ничуть не боялись нас, бегали, резвились, лая отрыста и хрипла. Поблизости от Сиронеры мы встретили тринадцать львов с девятью львятами, из которых один явно был болен. Он не пошел с остальными на водопой и не сосал свою мать. Она обнюхала его, сморщилась и ушла. А он остался сидеть, жалкий, больной, в метрах ста от стаи. Наконец, два львенка попробовали вовлечь его в игру, но он отказался, тогда они легли рядом с ним. Львы гораздо дружнее, чем другие животные. Гиены, например, эти вечные искатели добычи, ничуть не привязаны друг к другу. Вечером мы пригласили на обед двух фотографов американцев, которые разбили лагерь рядом с нами. Они уже двадцать месяцев путешествовали по заповедникам Африки. Дождь нещадно барабанил по палатке, но внутри было сухо и уютно. Ливень не прекращался всю ночь, и все-таки утром мы опять выехали на поиски. Чтобы незавязанно старались держаться повыше на холмах, точно так же поступали те немногие животные, которые решились выйти в такую погоду. Но в одном месте надо было пересечь лагу, и тут мы увязли. Берега были такие крутые и скользкие, что колеса вращались пустую. Да, мотором здесь ничего не добьешься, не было поблизости деревья, чтобы укрепить блок. Джош бил в землю столбик и подпер его двумя кольями. Столбик не выдержал. Тогда он бил несколько столбиков на небольшом расстоянии друг от друга и обмоталась веревкой. Возможно, это и выручило бы нас, если бы новый ливень не превратил землю в кашу. Теперь оставалось только выслать весь берег ветками и корой. Нам все не хотелось ночевать тут, и мы работали не жалея сил. Но, как ни старались, лендровер продолжал буксовать. Водолаги прибывало, стало уже по пояс. Было очень холодно, мы оставательно продрогой. Смеркалось, когда Джордж сделал последнюю попытку. Он потянул за всех сил за веревку, она лукнула, и Джордж был тыкнулся в ледяную воду. Волей-неволей нам пришлось здесь ночевать. Джордж лег на заднем сидении, я устроилась на переднем. Отсюда можно было следить за уровнем воды, она поднялась как раз вровень сидений. Хорошо, что у нас был с собой примус. Джордж мог просушить над ним свою одежду. Мы провели очень неприятную ночь, ведь что самое обидное, столько времени мы напрасно добивались разрешения заночевать на воле, чтобы приманить фарами львят, когда же неумышленно застряли, то как на зло оказались очень глубокие лаги, и наш свет ниоткуда нельзя было заметить. Продрогшие, костеневшие, мы ждали утро и слушали рычание двух львов. Даже если это наши львята, все равно они нас не увидят. Где-то очень близко трубил слон. На рассвете Джорский готовил чай, мы согрелись и снова миссионы приступили к работе. Джорс всякими способами пытался вытащить машину из лаги, а я отовсюду носил ветки и кору. Около одиннадцати утра мы услышали гул мотора. Может, это за нами? Но гул стихо далеке. Мокрые насквозь, мы продолжали трудиться под дождем. Наконец, три часа дня решили, что раз уж нам за двадцать восемь часов не удалось сдвинуть машину не на дюйм, надо возвращаться пешком все равно. Мы оба очень устали, дорога предстояла долгое и опасное, но все же лучше идти, чем снова так ночевать. Только мы собрались уходить, как вдруг подъехал ленд-ровер и оттуда вышел один из американцев, которые обедали с нами два дня назад. Он рассказал, что наши слуги подняли тревогу и две машины выехали на поиски, но дождь мил все следы. Одну из этих машин мы и слышали утром. Американец начал тянуть и толкать наш ленд-ровер. Наконец, часа через два вызволил его из лаги. Вечером в Сиронере мы отпраздновали наше избавление при скверном Хереса. Другого вина не было, все запасы подходили к концу. Товары доставлялись лавку грузовиком из оружия или Виктория Лейк. Теперь же подвоз прекратился и всем пришлось подтянуть и мешки. В конце концов, инспектор решил рискнуть отправить ленд-ровер в город гора за продуктами. Мы предложили послать и наш грузовик с двойным приводом. У него можно погрузить бензин и крупные ящики и вообще с двумя машинами будет надежнее. Суть из чего они помогут друг другу. На памяти местных жителей еще не бывало таких дождей. Нам сказали, что 75% животных поднялись на склон ингрангора, спасаясь от наводнений. В таких случаях даже львы уходят. Может и наши львята ушли? Порой мы целыми днями отсиживались в лагере. Не стало совсем неуютно. Палатки пропускали воду, у меня целились и ющи. Мы ставили у коньи ведра и собирали воду с палаток, чтобы земля вокруг не расписла окончательно. Ведра очень быстро наполнялись, мы не поспевали их опоразнивать и по утрам я слепала в палатке по лужам. Вечером на свет ламп слетались тысячи насекомых. Наступила брачная пора термита. Все вокруг было усыпано их крылышками. Самые мелкие козявки проникали даже сквозь сетки, как нещательно мы их натягивали и сколько не брызгали аэрозолей. Как только начиналось сторжение, мы гасили свет. И отчаянно зябло постели, дождь барабанил по палатке, ледяные капли пробивались сквозь брезент. Сейчас хорошо бы грелку. Даже птицы страдали от такой погоды. Как-то утром я заметила двух краснохвостых ласточек, которые решили свить гнездо в моей палатке. Они носили в клювах комочки грязи и пытались прилепить их большому колу. Но кол был слишком гладкий, грязь соскальзывала вниз. Я обрезала его бечевкой. Ласточки обрадовались и с новыми силами принялись за дело. Гнездо было почти готово, когда порыв ветра тряхнул палатку и оно рассыпалось. Обескураженные птицы улетели. В те дни, когда нельзя было выехать из Тиранеры, мы наблюдали за большим львиным семейством, которое обосновалось на возвышенности поблизости. Среди них был пятимесячный львенок с каким-то наростом на голове, похожим на валик, протянувшийся от затылка до лба. Уродство вроде бы не беспокоило малыша, он был веселый и дружелюбный. Львенок часто подходил к нашей машине и смотрел на нас, наклонив голову на бок, совсем как Джеспа. Потом прятался в расщелине и через некоторое время снова приходил в сопровождении трех малышей очень темной, почти черной окраски. Львята по старше возили с маленькими, катали их по земле, облизывали, сразу видно, что младшие были убхими любимцами. Иногда старшие забирались на дерево, но там было тесно и они поочередно стаскивали друг друга за хвост. Вообще хвост играл большую роль во всех проказах львят. Нельзя было удержаться и не укусить приятеля за хвост, если даже за этим следовала веселая потасовка. Когда львята подходили к нам слишком близко, мать, считая это большим безрассудством, ложилась на их пути. Тогда львята бросались на нее и затевали возню. Много дней мы наблюдали за ними и были очень обеспокоены, когда малыш с наростом на голове вдруг исчез. Он мог легко погибнуть. Достаточно было нечаянного укуса, чтобы львенок истек кровью, ведь такие наросты обычно изобилуют кровеносными сосудами. Лендровер и грузовик задерживались и на поиски их вышел трактор. Оказалось, что они прочно застряли, но продукты удалось спасти и доставить в Сиронео. Когда погода улучшилась, мы выехали к урочищу, чтобы проверить, как поживает моя машина. Сравнины ушли все животные, осталось только чета страусов с 17 страусятами, которые выступали так важно, будто все тут принадлежало им. Правда, нам еще попались полосатые шакалы, вид, который мы раньше не встречали. Четыре шакаленка играли прятки в норах покинутого термитника. Эти малыши чистоплотностью не уступают львятам, устраивают себе уборную в стороне от дома. Они подходили вплотную к нашей машине и с любопытством ее разглядывали. Затем мы увидели возле убитого Томми двух взрослых шакалов. Наше появление спугнуло их, и тотчас нападали слетели с грифы. Этого шакала не могли стерпеть. Они молнией набросились на птиц, прогнали их и стали торопливо есть. Но к самому урочищу нам пробиться не удалось. Машина завязла, и мы целый день вытаскивали ее. Вернувшись в гостиницу, мы узнали, что 11 и 12 декабря в Сиренгете ожидает высокого гостя. На это время все, кроме служащих, должны покинуть национальный парк. Погода была по-прежнему отвратительная. Животных осталось совсем мало. Жившие рядом с гостиницей львы, которым теперь присоединилась еще одна семья, очень далеко уходили на охоту. Самым маленьким такие переходы были не под силу, и они по двое суток оставались одни. Вскоре львицы и львята совсем исхудали, и инспектор стал добывать для них антилоп, чтобы матерям не надо было покидать детеныши. Ну, а те новорожденные, которые обитают вдали от Сиренеры, все ли они выживут в эту непогоду? У меня заболели зубы, ближайший зубной врач был в Найроби. К счастью, в это время прилетел самолет, и в нем нашлось место для меня. Мы поднялись в воздух, под нами было одно сплошное болото, и в Танганьике, и в Кении, наводнение смыло мосты, дома, дороги стали непроезжими, река Тана и река Адхи затопили целое деревню побережье, превратили большие районы в озера. Вода все прибывала, я подумала, как трудно будет Кении и Танганьике оправиться от этого бедствия. На Аэроби я провела пять дней, потом вылетела обратно, захватив с собой лебедку. Она пригодилась в первый же день, когда мы поехали к урочище Львят. С нею мы быстро выбирались даже из самых глубоких ям, и отваживались проникать такие места, куда до сих пор никогда не забирались. Уже месяц, как мы поставили машину в урочище, но дождь уничтожал все следы, и нельзя было определить, приходили туда львята или нет. Надеясь на лучшее, мы пока оставили машину на месте. Проехав по долине 15 километров, мы не встретили никаких животных, кроме буйволов, зато здесь развелось множество ЦЦ. Брезент на машине казался черным от этих мух. Теория, будто ЦЦ преследует только движущиеся предметы, совсем не верна. Мухи не покидали нас и тогда, когда машина не двигалась, сколько бы мы не стояли. 6 декабря два инспектора заглянули к нам и сообщили, что в связи с приездом герцога Эдинбургского Сиронера с 8 по 13 будет для нас закрыта. Нам предложили на это время остановиться в Банайге, на 17 километрах от Сиронере, на самой границе парка. Мы спросили, а нельзя ли нам все-таки остаться на то время, пока герцог еще не в парке, но директора не разрешил, и мы уехали в Банайге. Пока они выстроили Сиронеру, Банайге был столицей Серенгетти. Единственный дом, прежде его занимал старший инспектор, теперь служил пристанищем для тех, кто приезжал в парк для исследовательской работы. Поблизости оборудовали лабораторию имени Михаила Горжимика, погибшего в авиационной катастрофе во время переписи животных. Она должна стать центром научных исследований. Оба здания стоят на пригорке над рекой, которую перекрывает бетонная дамба. Но по дамбе можно ходить только в сухую полу, а в половодье единственным сообщением был подвешенный на деревьях бамбуковый мостик. Этим мостиком мало пользовались, он провис почти до самой воды, в нем было много дыр, и ступеньки с обеих сторон исчезли. Жилой дом окремляла большая терраса, на ней гроздьями от десяти до сорока штук лепились гнезда стрижей. Они были сделаны из травы и пуха разных птиц. Под вечер стрижи большими стаями носились вокруг дома. Когда мы зажигали лампы, они ударялись об окна и падали на пол террасы. Поднимая их, чтобы положить в гнездо, я чувствовала, как трепещик маленькая птичья тельца. Погладишь, чтобы успокоить пичугу, она будто в трансе, свешивает голову и закрывает глаза, а острые когатки так крепко обхватывают мои пальцы, что я с трудом отрываю их. Всю первую ночь лил дождь, и река ревела, набирая силы. Кажется, мы вовремя проскочили через дамбу. Утром мы пошли на разведку. Раскисшая земля вокруг дома была испещрена львиными следами. В километре от Банаги протекает еще одна река, она тоже превратилась в яростный поток, пригождая нам путь к границе национального парка. Теперь мы совсем отрезаны, остается только писать письма, дослушать радио. Сквозь эфир до нас дошел призыв о помощи из маленькой сомалийской деревушки недалеко от лагеря Эльсы, их там совсем затопило. Метра ста от нашего дома обосновался Буйвол. Мы не могли понять, как он переносит соседство львов, но нам объяснили, 12 декабря за рекой прошли машины с герцогом и его свитой. Гости сопровождали председатель правления парка, директор и три инспектора. В этот день герцог покинул Сиренгетти. Нам не терпелось получить письма и отправить свои, мы послали гонца в Сирене. Он одолел Балбуковый мостик, отшагал 18 километров поблизи, перешел вброд вторую разлившуюся реку и выполнял мы отправили заказ на специальную клетку, которую прочли в книге «Цирковой доктор», написанной Гендерсоном, главным ветеринаром американского цирка Римлин Бразерс Энт Барнум Энт Бейли. Такая клетка позволяет с наименьшим риском оперировать льва. Ее делают из толстой проволочной сетки. При помощи вращающейся ручки можно катить стенку на роликах внутрь и прижимать льва к другой стенке, так чтобы он не смог двинуться. Мы давно списались с доктором Гендерсоном и теперь решили заказать себе такую клетку в Найроби, чтобы быть во всеоружии, если нам все-таки разрешат сделать операцию жест. Пятнадцатого декабря дорогу привели в порядок, можно было возвращаться в Сиранеру. Мы сразу же отправились к урочище львя, и встретили там кривую львицу. Она четверть часа спокойно наблюдала за нами. Нет, конечно, это не Эльса маленькая, но на всякий случай мы несколько раз откликнули ее, попробовали поманить миской, из которой Эльса маленькая лакала рыбий жир. Кривая продолжала разглядывать нас, потом ушла в урочище. Странно, что она так долго и пристально нас изучала. Может быть, у нее в урочище спятаны львята? Меня занимала малярия. Когда мы вернулись в лагерь, я легла в постель, включила радио и под аккомпанемент львиного рыканье прослушала в отличном исполнении кавалера Рос. Я очень люблю и ту, и другую музыку, одновременно. На следующий день мы встретили зебр, среди которых была одна горбатая, на полметра короче нормальной зебры. Вместе с тем он оказалась крепкой и здоровой. Мы часто видели диких животных зобом и иными пороками, но с горбом еще не встречали. Должно признаться, что когда я летала в Найроби, то в приступе отчаяния впервые в жизни пошла к гадальщику. Он заверил меня, что 21 декабря мои звезды переменятся и кончатся с семьей удачей, мне безумно повезет. Конечно, я решила, что найду львят. В решающие дни должна носить что-нибудь голубое, этому счастливый цвет. Я страшно стыдилась и ничего не сказала про гадание Джорджу, однако день и ночь не расставалась с голубым носовым платком, и когда настала 21 с утра «Может, да наш тоже будет». Мы хотели пробиться к урочищу, но тут нам преградило озеро, которое образовалось на месте солонца. Джордж вошел в воду, как будто не глубоко. Он снял ремень вентилятора, мы двинулись вперед и почти тотчас увязли. Сбросив верхнюю одежду, я мигом схватила фотокамеры и выскочила. Торопясь я забыла даже про голубой талисман, а когда оглянулась, то увидела, как мой платочек уплывает прочь, а с ним и моя вера в прорицатели. Мы до вечера проразились с машиной и к урочищу добрались только на следующий день утром. Майлендрой стоял на месте, мы смотрели его, потом пролехали по долине еще 25 километров, мы встретили только жирафа и двух гигиен. Сэ-цэ зверствовали вовсю, а дорога была такая скверная, что у нас лопнула задняя ось. И когда мы вечером с грохотом въехали в затопленную грязь и стиранеру, нас встретили возгласами «Подводная лодка идет!» Так что это название пристало к машине Джорджа. Я легла рано, а уже в пять утра меня разбудили два льва, которые тявкали около нашей кухни. Я повернулась лицом к входу, вдруг стенка подалась внутрь под чьим-то напором, несколько оттяжек оборвалось и вошел здоровенный лев, похожий на огромную пуховку для пудры. Он остановился в метре от моей кровати, нас разделял только походный стол, я закричала. Мои вопли ошарашили льва, он вышел и вернулся к своему приятелю. Вместе они пробежали мимо палатки в Жорже, но мы еще долго слышали их ворчание. Видимо, им не понравилось, что мы светим они фонариком. На следующую ночь они опять явились, но теперь я была на чеку и отгоняла их криками, не дожидаясь, когда кто-нибудь заглянет ко мне. Два друга прошествовали между палатками и скрылись в темноте. Машину Жоржу пришлось поставить на ремонт, так что в урочище ряд мы доехали потом на грузовике. Шофер повел грузовик обратно, а мы пересели в Майлендровер. Это был сочельник. Дождь лил не переставая, ряд не было, и вечером мы поехали в лагерь в самом унылом расположении духа. Вдруг по пути новая неожиданность. Река сдувалась на глазах и уже достигла глубины двух с половиной метров. Значит, путь Сиронерю отрезан и придется ночевать здесь. Да, ладно, конечно, но, может быть, именно теперь нам представится случай приманить львят фарами, о чем мы так давно мечтали. Мы отогнали машину подальше от реки и включили дальний свет. Сразу же налетели целое полчища комаров и других насекомых. Аэрозоля у нас не было, и мы оказались беззащитны перед этим нашествием. Я накрыла лицо дважды мы слышали львиное рыканье и оба раза надеялись, что это львята. Но пришла только гиена. Ее очень занимали наши покрышки. Пеки на нее не действовали, но чуя наш запах, она обратилась в бегство. Лежа на переднем сидении, я вспоминала, как мы встречали Рождество в прошлом и позапрошлом году. В 1959 году, первый день Рождества, друг явилась эльса. Это была наша первая встреча после того, как она стала матерью, и от радости, что вновь видит нас, эльса смахнула хвостом весь обез праздничного стела. В сочельник 1960 года она и ребята смотрели, как я зажигаю свечи на елке, и в жест простощил подарок, приготовленный для Джорджа. В этот день я прочла письмо с распоряжением перевезти львов. Сегодня все было совсем когда я поздравила Джорджа с праздником, он удивленно спросил, как разве нынче Рождество? Я была рада, что мы провели ночь в машине, а не лагере, но Джордж считал, что надо пробиваться в Тиранеру, пока за нами не послали спасательный отряд. Будет лишний расход бензина, а его и так мало осталось. За ночь вода спала, и реку мы долели, но тут же ухнули в яму. Я так стукнула с головой, что увидела звезды, только не те счастливые звезды, о которых толковал мне провицатель. Потом меня мутило, голова раскалывалась от боли, я боялась, как бы у меня не было сотрясения мозга. В лагере боя рассказали нам, что всю ночь кругом бродили львы, об этом же говорили многочисленные следы. Нас ожидала большая рождественская почта. Со всех концов света пришли подарки. Наши зелочные друзья учли, в каких условиях мы работаем, так что кроме приятных вещиц, которые мы могли отвезти в Сеолы, было много предметов полезных лагерных жизней. Позднее мы пошли гулять, слушали хор ткачиков с ярким оперением, рассматривали синий-зеленого скоробея, наводного жука, который шел задом наперед, толкая задними лапками катышек навод. Скоробей откладывает яйца в свежий навод и делает из него катышки, которые потом служат кормом-личинком. Наржул сделал комок величиной с мячик. Он так торопился укоротить его, что все время падал. Потом мы увидели необычное скопление светлых тюрьмитов. Словно палочки сантиметровой длины окружили они свою норку параллельными рядами. Мы решили, что это оборонительное построение и не ошиблись. Вскоре показалась колонна злобных бродячих муравьев. Термиты грозно насторожились и муравьи, хотя были вдвое крупнее их, отступили. Оставших термиты бомбардировали липкой жидкостью. На, видимо, действовало дыхательные органы. Пораженные ей муравьи подергались и натихли. Мы немасто разглядели одного термита и нашли его между жвалами, нечто вроде шприца, который вещество. Вечером мы наблюдали своеобразное явление, которое иногда можно увидеть и в полупустыне в северной пограничной провинции. Когда на западе стали угасать лучи заходящего солнца, на востоке появилось их точное отражение, только немного смазанное. Мы продолжали целыми днями искать львят и заметили, что мало-помалу в долинам возвращаются животные. Среди них были три львийцы с пятью детенышами. Мы встречали их очень часто и вскоре они совсем привыкли к нам. Однажды львийцы ушли охотиться на Булово, оставили так близко от нашей машины, что мы при желании вполне могли бы их увезти. Львы в мою палатку больше не заходили, но вообще их было в Тиранере предостаточно. Как-то вечером Буя показали мне чепу, которая сидела под кустом метрах семи вестин лагеря. Они порычали немного, потом один встал, подошел к моей палатке и обнюхал ее. Я прикрикнул на него, и он затрусил прочь, но далеко не ушел. Посветив фонарикам, мы увидели, как блестят его глаза. Я очень люблю львов, однако в таких случаях предпочитаю, чтобы поблизости был Джордж. К нему по ночам наведывалась Вильера. Ее привлекали крупные мотыльки, которых прозвали виски. Они появляются на закате и облепляют все влажные стаканы и горлышки бутылок. У нас было не так уж много спиртного, и все же едва смеркалось, к нам со всех сторон слетались целые руи этих мотыльков. Когда Джордж гасил лампу, Вильера приходила за добычей. Мы были рады ей, зато нас вовсе не радовала гиена, которая поначалу таскала только мармелан, масло и печенье, а потом внесла наше самое дорогое лакомство, головку сыра 4 килограмма и весь запас сосисок и бекона, присланных нам недавно. Сколько Джордж не гонял ее, она продолжала досаждать нам, пока прайд львов штук 7-8 не взял шерст над лагерем. Особенно часто навещали нас две львицы. Джордж светил на них фонариком, покрикивал, а они только боргали, продолжая рассматривать нас расстояние 6-7 метров. Потом вместе со своими львятами они лакали из ведра грязную воду, приготовленную нами для мытья машин. Наплутся и лягут вокруг лендровера у палатки Джорджа. всю ночь он слышал их возню. Выдалось несколько дней сносной погоды, потом опять хлынули ливни. Искать львят стоило только на возвышенных местах, и мы решили, пока еще все кругом не затопило, тщательно изучить район холмов. Ехать туда надо было через равниво, держась поближе к скалистым грядам. Мы не очень-то надеялись на успех. Во обширной области, где множество скал, лесов, урочи, щеречек, проще простого проехать в нескольких километрах от крупного зверя и не заметить его. Сколько раз мы едва не наезжали на буйволов, которые валялись грязи, скрытые высокой травой. Я с неизменной тревогой ждала исхода каждой такой встречи, но о великаме не меньше нас опасались столкновения. Они поспешно вставали и уходили прочь, мотая огромными головами и оглядывая, чтобы проверить, не преследуем ли мы их. Земля совсем раскисла. Животным это не нравилось так же, как и нам. Мы убедились в этом однажды утром, когда увидели на дереве львицу с двумя львятами, которые забрались повыше в поисках сухого мест. Только я вознамерилась сфотографировать их, как львята скатились сниз. Львица прыгнула следом и, пуржи вынимая за собой на другое дерево. А подальше нас ожидало совсем добавное зрелище. Сердитые цесарки гнали трех шакалов. Стоило шакалам обернуться, как птицы набрасывались на них и принимались клевать. Поджал хвосты, четвероногие добежали до надежного укрытия и, немного погодя, попытались перейти в контрнаступление, но цесарки были так воинственны, что шакалам все же пришлось отступить. А дождь все лил и лил, и наша подводная лодка начала рассыпаться. Сперва вывалился центральный болт, за ним последовали другие, вышел из строя тормоз, стартер, глушитель, но машина продолжала служить верой и правдой, пока наводнение опять не заперло нас в лагере. Да и тут и нашлось применение, и она стала спальней. Моя палатка протекала как сито, и вообще машина чувствовала себя как-то безопаснее. Совсем рядом с нашим лагерем обосновалась семья с пятью львятами. Однажды утром мы увидели их около убитой топи, каких-нибудь 150 метрах от нас. В этот день мы ожидали к ужину директора гостиницы с женой. Мы вышли навстречу, и когда они подъехали, села к ним машину. Мы тронулись к лагерю, и на том самом месте, что ждала гостей, увидели винное семейство. Глава 19 Ласточки В нашем вытащении с ними были ласточки. Чета красногозы второй раз попыталась обосноваться в моей палатке. Порхая у меня над головой, они прилежно лепили глину на кол. Но тут у них появились соперники, острохвостые ласточки. Они меньше красногозых, однако очень хороши собой. У них длинные тонкие хвостовые перья и на голове красные пятнышки. Сперва острохвостые смотрели автомобиль, но в конце концов они почти палатку. Целый день обе четыре взволнованно щебеча летали сзади вперед, затем красногозки исчезли, поле боя стало заострохвостами. Я вязала колбичок, чтобы им было удобнее, и они неустанно трудились, не обращая внимания на стук мои пишущие машинки. Правда, если я двигалась слишком порывисто, или кто-нибудь входил в палатку, ласточки улетали. Работы начинались с рассвета, жаркие дневные часы делали перерыв, около пяти возвращались и продолжали лепить до темноты. Сооружение свое они укрепляли травинками, кумулой, сначала грязь. Самочка была несравненно прилежная самца, который частенько садился на оттяжку почистить свои перышки. На двенадцатый день, ладно, чашечка была готова. А на следующее утро на растяжках в палатке разыгралась брачная церемония. В перерывах самочка выстирала гнездо перышками и травой. Я предложила ей маленькие комочки ваты. Она брала сразу по три, и я едва поспевала готовить для нее этот отделочный материал. Через четыре дня, подняв над входом гнездо зеркальца, я увидела три светлых яичка с рыжими пятнышками. Вскоре самочка начала их усиживать. Она просидела семнадцать дней, лишь ненадолго покидая гнездо в жаркие часы, чтобы поесть. Самец, видимо, в это время к ней не приближался. Птенцы вылупились через месяц после начала строительства одиннадцать дней на лепку гнезда, три дня на кладку яиц, семнадцать на высвеживание. В тот день я нашла одно яйцо на моей раскладушке, которая стояла как раз под гнездом. Решив, что оно выпало случайно, я дождалась, когда ласточки улетели кормиться и положила яйцо на место. В зеркальце я рассмотрела двух крохотных голеньких птенцов. Они еще не обсохли и большие клюви с желтой полоской придавали им жалкий и уродливый вид. Но вот родители вернулись и вскоре я опять увидела яйцо на кровати. Видно, они знали, что из него уже не вылупится птенец, поэтому выбросили. Отец и мать поочередно согревали птенцов, покидая их только в знальный полдень. Уже на второй день птенчики стали обрастать пушком. С утра до вечера родители не знали покоя, удовлетворяя неуемной пети своих отпрысков. Даже при моем приближении малыши широко открывали свои клювы. В гнезде царила безупречная чистота. Как добивались этого его крохотные обитатели, я не знаю. В первые дни я ни разу не видела, чтобы они садились на край гнезда, а между тем кровать внизу была испещена пометом. Вскоре после появления птенцов ветер снова принялся отрепать палатку. Гнездо начало отставать от кола, а тут еще хлынули дожди и затопили лагерь. На следующее утро меня возбудило возбужденное щебетание. Саночка металась от палатки к проволочной сетке, за которой я спала в машине. Я сбежала в палатку и увидела, что один птенец лежит на моей кровати. Он пробрал и тяжело дышал. Я взяла его в руки и стала отогревать своим дыханием. Тут я заметила, что передняя стенка гнезда отвалилась, а задняя висит буквально на волоске, вот-вот упадет. Второй птенец еще как-то держался, но первой уже некуда было класть, и родителям некуда было сесть, чтобы кормить их. Умница ласточка сразу догадалась позвать меня на помощь, видя, подержать и погреть птенца, а сама принялась липким пластырем чинить гнездо. Пожалуйста, вам наволочку, я сделала из нее лямку и притянула гнездо палатки. Родители летали мне над головой и следили, что я делаю, не отпугнет ли их белая лямка. Нет, едва я закончила работу, как они юркнули в гнездо. Теперь ласточки стали на ночь покидать гнездо, но это уже не было опасно, так как птенцы начали оперяться и хорошо согревали друг друга. Один из них рос особенно быстро, мы решили, что это самец. На шестнадцатый день он начал упражняться в полетах. Приземлялся он благополучно, а взлететь еще не мог. У него было несравненно больше желания, чем умения, и родители тревожно метались над ним, пока не клало смельчака обратно в гнездо. Тотчас все начиналось снова, к сожалению, птенецы ночью не могли ломониться. Проснувшись однажды утром, я увидела, что родители неподвижно сидят на отчашке. Я нашла в палатку и на кровати обнаружила мертвого малыша. Джошел Дим поехал искать в ряд, а я осталась в лагере, чтобы присматривать за вторым птенцом. И очень кстати, потому что как раз в этот день печу бы задумывая испытать свои крылья. Совсем как брат, она спускалась вниз, будто она парашюте, но вернуться в гнездо не могла, и мне пришлось таки потрудиться. Когда стемнело и родители улетели, я положила птенчика в коробку, высланную мягкой тряпочкой. Еще до рассвета я снова прожила его в гнездо, и когда родители вернулись, он уже ждал их с разинутой пасти. И в этот день я встала с лагеря. Родители тоже дежурили, отгоняя сорока путов, которые накалывают чужих тенцом на длинные шипы и поедают их. Маленькая ласточка могла уже летать метром на сто, но на земле все еще оказалась беспомощной. В лагере было много воробьев, которых она боялась. Чтобы отвлечь их, я насыпала в сторонки кукурузы и семян. Воробьи, конечно, были в восторге. К ним скоро присоединилось семейство мышей. Толкая друг друга, они все вместе уписывали угощения. Просто инили. Зато жизнь ласточек родителей была далеко не идилической. Мне поражала беспомощность их птенца. Джордж сказал, что видел гнездо острохвостых ласточек в глинистом береговом обрыве. Я не могла представить себе, как они спасают своих птенцов, когда те, вылетев из гнезда, попадают в реку. На другой день ласточки, как обычно, прилетели к гнезду. Но они стали кормить малютку, а попробовали убедить ее лететь с ними. Наконец она расхабилась и взяла курс на макушку акации, а затем принялась порхать с дерева на дерево, как нетрудно и было сохранять равновесие с такими коротенькими крынышками и хвостиком. Родители летели следом и подкармливали ее. Под вечер они сполошились и попробовали заманить пищугу обратно в гнезду, даже трясли ветку, на которой сидел птенчик, но он только крепче цеплялся за нее. Когда стемнело, родители улетели, и они знали, что делать, чем дотянуться до макушки дерева. Весь вечер мы с Джорджем то и выходили проведать маленькую ласточку. Она сидела все на той же ветке. Ночи были холодные, и мы боялись, что пищуга погибнет или попадет в зубы ночному хищнику. Но утром мы увидели ее на месте, она как будто хорошо перенесла ночевку. Появились родители, весь день провели они с дочерью, кормили ее, а она отважно перелетала с дерева на дерево. Все-таки родители продолжали беспокоиться. Они без конца влетали ко мне в палатку, словно прося помочь поймать птенца и посадить обратно в гнездо. Пять ночей прошло благополучно. С каждым днем маленькая ласточка летала все дальше в сопровождении родителей. Интересно, что заставляет ее проводить ночью в одиночестве, несмотря на холод и опасности. Конечно, она не могла знать, где ночуют ее родители, и вряд ли понимала, что гнездо в которой ей довелось ночевать лежит в автомашине. Возможным унаследованный инстинкт составлял пичугу избегать искусственной среды и отдавать предпочтение дереву, где по-настоящему следовало быть ее гнезду. На шестое утро маленькая ласточка сидела заерошенная, втянув голову в плечи. Она дрожала всем тельцем, и когда появились кормом родители, не открывала ни глаз, ни клюва. Я надеялась, что солнце ее отогреет и не стала ничего предпринимать. Но вскоре родители прилетели в мою палатку и тревожно закружились у меня над головой. Я вышла и увидела птенца на том же месте. Жорж принес лестницу, мне с трудом удалось снять пичугу светки. У нее не было никаких наружных повреждений, но она непрестанно дрожала и продолжала жмуриться. Я отнесла ее в гнездо, надеясь, что родители накормят дочь, но они сидели на оттяжках в детали. Может быть, меня боятся? Я ушла. А когда вернулась, малютка барахталась на моей кровати. Я положила ее на место и заметила в гнезде сгусточек крови. Похоже, птичка заболела воспалением легких. Когда она снова выпала из гнезда, я взяла ее и стала согревать своим дыханием, но все было напрасно. Маленькая ласточка умерла у меня на ладони. Я спустила ее на кровать. И тут случилось нечто странное. Откуда-то прилетели красноглузые ласточки, которых все это время не было видно, и приняли гоняться за острахвостами. Несколько часов билось преследование. Наконец, красноглузые как будто победили. Они сели на оттяжки, а острахвостые стали метаться между деревьями. Однако, на следующее утро положение вновь изменилось. Красноглузые исчезли, а острахвостые приняли собирать глину для нового гнезда. Мы должны были покинуть серенбети, и не стоило поощрять ласточек с новой пиви гнездов в палатке, которую предстояло вскоре снимать. Я убрала бечевку и прочее приспособление. Настроение у меня было грустное. Еще большая расстроенность, когда ласточки утром влетели в палатку и сели на оттяжках, недоуменно все разглядывая. В конце концов, они улетели и больше уже не показывались. Много дней у меня по утрам будило хибитание. Теперь процарилась тишина. Она была настолько тягостной, что мы стали выезжать на поиски львя в чуть свет. Я проедала вам все это в ценном рассказе подрешить против хронологии в моем дневнике. А сделала так, потому что это был единственный случай, когда ласточки слепили гнездо в нашей палатке, и я смогла вблизи проследить судьбу одной пернатой семьи. История оказалась трагической. Родители так преданно трудились, и малыши были так счастливы. Но на 19-й день погиб один из них, а 6-ю днями позже второй. Сопротивляемость и выдержка маленькой печойки на протяжении пяти холодных ночей стала для меня как бы символом жизни. Какой смысл был заложен в этой трагедии, не знаю, но меня очень трогало, что родители как не заботились, они о первых птенцах примирились к гибели и стали создавать новую семью. Общаясь много лет с дикими животными, я убедила, что их безотчетной реакции на удары судьбы вернее наших. Им дана мудрость, какой у нас нет. Незадолго перед тем я с интересом наблюдала, как преодолевает трудности паук. Я не могу любить этих восьминогих, но очень уж терпеливо паук восстанавливал свою получину всякий раз, когда ее повъездал дождь или крупное насекомое. Он незамедленно принимался за починку, обнаружив при этом не только терпение, но и отвагу. Часто разрушителями казали жуки, намного превосходящие его величиной. Паук опутывал их шелкалистой нитью и превращал в пакетики готовой пищи. Что ж, может быть даже у этого примитивного создания следует поучиться упорству и твердости, которые были так нужны мне, чтобы решить задачи сальвятами и не поддаваться отчаянию из-за неудачных попыток разыскать их и помочь Джеспе. Глава двадцатая Цена свободы Уже много недель мы сражались с отвратительнейшей погодой, искалечили свою машину, забросили дела, подорвали здоровье, а надежды найти лет теперь почти не было. 2 февраля в Сиромеру приехал директор, и основу подаваем заявление, чтобы нам разрешили ночевать в парке в машинах, ведь только так можно было еще рассчитывать увидеть лет. Директор ответил, что сам им не вправе разрешить это, но если я настаиваю, он доложит о моей просьбе на мартовском заседании правления. Март. Это будет уже год, как Джеспе ходит со стрелой, если она еще не вышла, и если он жив. Больше обратиться не к кому, и мы продолжали розыски, стараясь найти себе путь на гребень крутой гряды и получше изучить участок за ней. С рассвета над закатом штурмовали мы скалистые подъемы, тряслись по камням, бились головой о потолок кабины, проваливались ямы. Теперь, когда полнялись дожди, нам удалось подняться на гребень и даже проехать вдоль него. Раннее утро и поздний вечер самая подходящая пора для поиска. Но трудно поспеть достаточно рано к тем местам, где могут быть львята, и нельзя уезжать поздно, правильно требует вернуться в Сиронеру до Тимна, а от долины до Сиронеры 80 километров по бездорожью. Как-то на ранене мы встретили брошенного львенка, такого маленького, что с ним и шакал мог бы расправиться. Мы не знали отвезти его к инспектору, чтобы тот подложил малыша в семью с детенышами такого же возраста, или остались здесь в расчете, что до вечера мать заберет его. Но мать не пришла, и мы известили инспектора. Утром он поехал вместе с нами, однако львенок пропал. Мы от души надеялись, что его увела мать. Погода не ладилась, и все больше львов возвращалось вдалевым следом за другими животными. До начала дождей мы привыкли тридцать львов. Теперь мы радовались, если встречали девять, считая это добрым знаком. Глядишь, и наши львята скоро появятся. Конечно, мы узнаем их, и не только потому, что у джесты и гупы гривы короче, чем у их ровесников. Даже если львята разошлись по разным прайдам, мы сумеем выделить их по множеству индивидуальных черточек. Приехал Питер Скотт Он опасался, что общественность узнает о наших трениях с правлением национального парка, и это может сократить приток средств на охрану животных. Я согласилась с ним и объяснила, что именно поэтому не даю интервью журналистам и остановила компания в США, где хотели поддержать нашу просьбу о ночевках и операциях. Независимо от наших личных взглядов, главное спасение диких животных. С тем он и уехал. Однажды вечером нас опять навестил директор. Я спросил у него, стоит ли меня для того, чтобы как-то уладить дело, прибыть на мартовское заседание правления. Разумеется, если мое участие поможет нести ясность. Директор обещал знать. Через несколько дней мне передали, что правление готово выслушать меня, а я выехала ворушей по пути, видела, что огромная стада зебр и дну возвращаются с гор на равнину. До сих пор искать здесь львят не было смысла, но теперь картина изменилась. В исполнительный орган правления входили председатель, три члена правления и директор. Для консультации пригласили ветеринара. Моя правда была все та же. Разрешить нам ночевать в машинах и, если мы найдем львят, сделать все необходимое для джеспа. Мне отказали. Основание мнения ветеринара, который никогда не видел джеспа и июльская телеграмма Джорджа об отличном состоянии львят. Я возразила, напомнив всем, что после осмотра джеспы мы сразу несли поправку, и многие люди, на которых можно положиться, согласились тогда, что может понадобиться операция, а они не станут искать своим именем, бросая слова на ветер. Никакие доводы не помогли. И все оставалось так же, как и девять месяцев назад. Напоследок мне объявили, что на время очередного дождливого сезона, апрель-май, серенгенси будет закрыт для посетителей, но в июне нас охотно примут, как обычных туристов. Я рассказала Джорджу, чем закончилось заседание. Он решил обратиться к министру сельского лесного хозяйства Тангайики, чтобы получить разрешение остаться в заповеднике на время дождей и ночевать до лет жилья. Ответ был отрицательным. Министр сослался на решение правления и напомнил о трагической смерти молодого фермера в прошлом году. И он, и правление обязаны предотвращать все, что могло бы повлиять на безопасность посетителей Серенгети. Тут не может быть никаких послаблений. Правление подчеркивает, что речь идет о безопасности людей, поэтому министр считает своим долгом утвердить его решение. Мы происходили из того, что здоровый лев на людей не нападает, а вот подраненный, которому трудно охотиться, как раз может быть опасен. И операцию мы бы провели без какой-либо угрозы для себя. У нас есть специальная клетка и мы договорились с одним из лучших ветеринаров в Восточной Африке. Но спорить было бесполезно. Что ж, до апреля поищем тех местах, где нет мух-цц, а в июне приедем снова. Из сафари вернулся инспектор парка и рассказал, что видел молодого прихрамывающего льва, о котором мы уже слышали из белого охотника. Хромой по-прежнему ходит с товарищем, и тот очевидно охотится для обоих. Инспектор убил для них двух пумий, но опасался, что хромой не поправится и придется его застрелить, чтобы не мучился. Хотя инспектор уверял, что это не может быть джеспе, потому что на нем не видно никаких ран, мы все же хотели удостовериться сами и тотчас поехали туда. Нам встретился отряд охотников, тоже видевших двух молодых тощих львов, один из которых прихрамывал. Это было километров место, куда ездил инспектор. Скорее всего, они видели другую пару, вряд ли хромой мог столько пройти. У Маабихил мы познакомились с тремя воздухоплавателями, которые прилетели с Енгетей и из Занзибара, чтобы проверить, нельзя ли наблюдать за животными с воздушного шара. Опыты закончились, все имущество уже было сложено, и мы увидели только маленькую плетеную гондолу. Я невольно представила себе такую картину и с гондолы бросает якорь у водоема. Вдруг любопытный лев, хватая зубами канат и тащит шар на буксире. Вполне вероятный случай. Мы спросили, попадались ли им львы. Да, один лев скоробкался на дерево, а рядом с их палаткой другой тащил у них одеяло. Правда, одеяло удалось отнять. Они с гордостью показали нам дыры, следы львиных кауков. Несколько сотнях метров от Нааби-хил мы приметили высокие скалы и развесистые деревья. Подходящее место для львов, отсюда удобно ободревать равнину, на которой уже паслось множество животных. Среди скал лежали два молодых льва. Джордж уже раз встречал, когда один прихварывал, теперь же оба были здоровы, они ласково терлись друг от друга головами, совсем как наши львята. Неподалеку отдыхала взрослая львица. Мы остановили машину, чтобы сфотографировать ее, она перевернулась на спину, задрав все четыре лапы кверху и лениво зеленула. Мы поехали дальше мимо несметных стад Тони, Газели и Гранта, Зебр и Антилоп Гну, среди которых увидели не меньше сотни молодых страусов. Опекал взрослый самец, очень ревностно выполнявший свои обязанности. Он развил такую скорость, что мы едва успели сфотографировать его подопечных. Известно, что устраивался в большие выводки, но такой стая мы еще никогда не видим. Равноно казалось гладкой, как стол, но кое-где были углубления, заполненные водой. По краям этих водоемов вырыли себе норы гиены. Здесь они могли отдыхать в холодке, надежно спрятанные от животных, приходящих на водопой. При нашем приближении они выскочили из своих укрытий, расположенных в двух-трех метрах друг от друга. Мы насчитали их не меньше десятка. Однажды утром мы заметили на холме молодого светлогривого льва и трех львиц. Они подпустили нас совсем близко. Санец был постарше Джеспе, но удивительно похож на него. Как мне хотелось, чтобы и наш львенок стал когда-нибудь главой такого же прайда. Вечером мы снова увидели все семейство на равнине, они явно рассматривали себе для ужина жертву среди трех зебр с жеребенком, которые опаслись, ничего не подозревая в полукилометре от них. Одна львица легла на живот и поползла. Через тридцать метров она остановилась, дожидаясь остальных, строй замыкал самец. Через некоторое время другая львица вышла вперед и позже проползла метров тридцать. Когда оставалось меньше семидесяти метров, одна из зебр наконец заметила охотников. Львы точно застыли на месте. Зебра снова приняла щипать траву, не спуская с них глаз. Жеребенок, сам того не ведая, подходился ближе к хищникам. Кругом было так тихо, мирно, и у меня сердце разрывалось при виде простодушного малыша, который сам шел гибели. А львы сидели все в ряд и глядели на него, им было не к спеху. Но разве можно их осуждать? Львам ведь тоже надо жить. Было же время, когда мне казалось безумно увлекательным застрелить беззащитную лань. Правда, это было давно, и пожив среди диких животных и их естественном окружении, я уже не представляла себе, как это я могла только ради своего тщеславия убивать безобидную тварь. Смеркалось, надо было уезжать, и мы не дождались с конца охоты, но, кажется, жеребенок уцелел. На следующий день мы не нашли на этом месте ни добычи, ни львов, зато в нескольких километрах оттуда три львицы рвали мясо недавно убитой гну. Одна из них тщательно обкусывала жесткие волосы на морде антилопы и выплевывала их, я вспомнила Эльсу, она ненавидела волосы и перья, даже цесарок отказывалась есть, пока мы их не ощипли. Вечером нам удалось посмотреть, как гиеновые собаки отмечают возвращение с охоты. Восемь собак лежали перед своей норой, в это время прибежала высунув язык девятая. Знак приезти, она потерлась о каждой из восьми, потом отошла в сторону, очистила кишечник и только после этого едва рядом со всеми. Одна за другой вернулись еще четыре собаки, и каждая проделала тот же обряд. Очевидно, они всегда так водятся, просто раньше нам не приходилось этого наблюдать. Мы догнали на Абихил и направились домой, но, заметив прайд из восьми львов, остановились. Тотчас к машине подбежал молодой лев, сел около нее и стал нас разглядывать. Он был поразительно похож над жесты. Может быть, это наш ребенок и есть, но у него не видно шрамов и выражение моды другое. Все-таки нам хотелось проверить это получше, однако пора уже возвращаться в Сиранеру. На следующий день мы вернулись на Абихил рано утром. Правил был почти на том же месте, все мирно дремали и даже не взглянули на нас, и, видимо, были слишком сыты. Только молодой Лев опять подошел к машине, проявляя такой добродушный интерес, что мы снова начали сомневаться, неужели это Джеспе? Интересно, как он отнесется к миске, которую мы налили львятам рыбий жир? Полное безразличие. Скорее остальные осмелели, они затеяли игру для машины. Тут мы окончательно удостоверили, что это не дети Эльсы, а вообще-то самый крупный во многом напоминал Джеспе. Пока взрослые отдыхали, набирая сил для ночной охоты, он охранял прайд. Убедившись, что нас нечего опасаться, львенок улегся рядом с отцом и положил голову на лапы. Остальные уже давно уснули, а он все следил за нами сквозь полуприкрытые веки. Мы потеряли надежду найти хромого льва, а непременно хотелось увидеть его и убедиться окончательно, что это не Джеспе. И с другом попался нам у одного водоема. Товарищ был с ним. В сторонке лежали еще два молодых льва с короткими грилами и такой холостяцкий квартет. Может быть здоровые помогают коллеги? Когда мы приблизились, он встал, но тут же осторожно опустился снова, ему явно было трудно опираться на больную ногу. Мышцы его задних ног высохли, сам он весь тощий, глаза страдальческие. Мы сразу поняли, что это не Джеспе. Но кто знает, может и наш льонок сейчас выглядит не лучше. Хорошо бы застрелить для этого бедняги ансилопу, но нам запретили подкармливать львов. Мы ставили его в надежде, что друзья о нем позаботятся. Подходила пора покинуть Сиренгетти на два месяца. К этому времени мы основательно изучили львиное население на Абихил, и я решила последние дни провести в долине львят. Все животные возвратились на старые места, вещи везде было вдоволь, и мы удивились, встретив в конце львятами. Этот прайд мы хорошо знали, прежде он обитал в 65 километрах отсюда. Конечно, за 3-4 недели они вполне могут пройти и больше, но львы порядочные лентяи. Что же заставило совершить такой переход, когда нет недостатка ни в воде, ни в пище? Старый участок они хорошо освоили, вверх могли прогнать другие львы. Возможно, их выжили мухи ЦЦ, которые там развились за время дождей. Нас мало, ведь мы хотели понять, куда могли уйти наши львята. Джоже указало, что их потеснили другие львы. Мне же думали, что тут виноваты мухи ЦЦ и наводнения. Последний пример как будто подтверждал это. В устье долины на высоких пальмах по берегам реки содрели крупные с яйцов страуса оранжевые плоды, между которыми свели гнезда изумрудно-зеленые попугаи, удивительно красивые в полете. На скалах поблизости стань бабулинов занималась своими делами, самцы постарше сидели особняком, самки кормили малышей, приводили в порядок свой мех, шлепали озорников. На обратном пути мы приметили кружащих в небе грифов. Подъехав к тому месту, мы увидели двух львов возле туши буйвола. Не будя они слишком взрослые, мы бы приняли их за гупу и джеспе. У светлогривого была длинная узкая морда, золотистые глаза и добродушное полное собственное достоинство выражения, вылитые джеспы, а более темный косил, совсем как гупа. Им было года по четыре. Уже перед самым лагерем мы остановились, заметив необычную бельяну, которая высунулась из листы, чтобы посмотреть на нас. При желатой шерсти и длинному хвосту можно было понять, что это красная мартышка, занятный вид, который редко встретишь в Восточной Африке. День был на исходе, и мы помчались дальше на полной скорости. А вдруг путь нам преградили три спящих носорога. К счастью, мы успели объехать их прежде, чем они стали. Никогда мы еще не сталкивались так близко с носорогами, и лучше с ними и пред не сталкиваться. Последние дни мы разъезжали с лингетти с утра до вечера. В общей сложности провели в парке пять месяцев, почти все время на колесах, досталась и машина, и нам. Каждый уголок, где могли укрыться львы, был обследован, но все напрасно. Единственное, чего мы достигли, так это основательное знакомство с местным животным миром. Также интересно было знать о повадках животных дождливый сезон. Мы приложили везде автомобильную колею, которая могла помочь инспекторам, проникнуть в ранее недоступные уголки Серенгетии. В самый последний день грифы привели нас к падали, недалеко от того места, где пятью днями раньше мы видели двух львов, похожих на Джеспа и Гупу, и теперь мы застали южа около Буйвола. Почему-то они предпочитали именно этого мощного зверя, хотя кругом было довольно гораздо более уязвимых конгоми и мелких антилоп. Темный лев, похожий на Гупу, наелся до отвала и теперь охранял добычу от трех нахальных шакалов. Они все время подбегали за лаковыми кусочками, пока грозное рычание не обратило их в бегство. Светлый не вмешивался, он лежал в тени под деревом и утренний ветерок перебирал его грел. Да чего ж они красивые, важные, но не злобные, полные достоинства, уверенные в себе. Глядя на них, нетрудно было понять, почему человек всегда восхищался львом, даже сделал его символом. Царь зверей, как его называют снисходительный монарх. Конечно, он хищник, но хищники нужны для равновесия в животном мире. Лев лишен коварства, на человека он нападает лишь ради самообороны или в тех случаях, когда не может охотиться за быстронувой добычей, убивает он только для того, чтобы утолить голод. Посмотрите, как безмятежно пасутся антилопы около львов, когда те сыты. Я не могла оторвать глаз от львов и думала о детях Эльсы. Где они сейчас? Где бы они ни были, мое сердце с ними, но оно принадлежало и этим двоим. Любая семья понимала, что они с родным нашим львятам. Больше того, в каждом льве, которого мы встречали, я узнавала что-то от Эльсы, Джеспы, Гупы, Эльсы маленькой, дух всех великолепных львов Африки. Да убережет их Господь отстрел да хранит их царство. Серенгетти, июль 1962 года. Вы слушали книгу Джои Адамсон, «Рожденная свободной». Май 1986 года. Читала Лилия Пелькевич. Лилия Пелькевич. Лилия Пелькевич. Продолжение следует... Нижнеет erma Лилия Пелькевич. Редактор субтитров Лилия Пелькевич. Дилия Пелькевич. Беликоплит 히 Каревky natural.